Ничего, мой сладкий. Полгода я спал с мужчиной. Секс? Вопрос? Она говорит, ну, пробуем. Не выходит каменный цветок Данила Мастер. Бонако, моя сладкая в бороденочку. Нельзя просто так раз ударить и уйти, чтобы я заплакала и все исправилось. Меня только убивать. Женщинам охота, чтобы их кормили и трахали. С мудаками женская мудрость не работает. Блядь, кто бы знал, продукты-то надо каждый день, блядь, покупать. Я вообще далеко не распоряженная сука. Женщина ему, шоу нахуй, шоу, меня нахуй отправила. Телефон, айфон новый, тьф, в стенку. Ты куда? Или что? Чем Михалыч отличается от всех других политиков, которых я знаю? Его не надо просить о помощи. Забейте нахрен себе все свои чиновничьи понты в одно эротическое место. Что такое региональное кино? Это когда денег нет, а снять очень хочется. Общий, средний, средний, общий. Сейчас выстроим. А че нам его бить, раскадровывать потом, потом с этим монтажом. Я старая рыць, у меня есть опыт жизненный. Я сам себе режиссер, да, сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Так что давайте как-то, блин, нахер с пляжа. До какого года был Юсупов про альтруизм, а потом Юсупов про бабло? Это вот когда произошла градация деления? Очень важно, чтобы появилась женщина с запросами. Когда появляется женщина... То есть ты же мужчине, че много надо, где упасть, че посмотреть, че съесть, выпить, че одеть и, в принципе, на чем бы поездить, в принципе, нормально. Но если в вашей жизни появляется женщина, это каждому мужчине полезно. Она, разумеется, тебе начинает, давай-ка вот это, давай-ка хотенку, давай-ка ребятенку, давай-ка что-нибудь куда-нибудь сгоняем и вот так. И когда у тебя появляются вот такие материальные нужды, разумеется, тебе, у тебя в первую очередь начинает мозг по-другому работать. Если ты раньше жил с мамой, с папой, жить есть где, да? Ну, надо, да, согласен, нужны бабки, то есть как бы я не отлынивал. Но какие-то дополнительные усилия ты не прикладывал. Ну, где-то лишний раз не пойдешь, не докопаешься до кого-то. То есть моя материальная творческая жизнь началась с момента, когда у меня появилась женщина, и она говорит, давай-ка, мой родной, жить отдельно, давай-ка снимем хотенку. Мы ее сняли, заехали. И вот тут-то я узнал такую тему, что оказывается, блядь, кто бы знал, продукты-то надо каждый день, блядь, покупать. За квартиру какого-то хера надо платить. А это что за бесы? Водоканал, там, коммунальные, это-то кто такие? Такая, а где мне деньги-то, чтобы мне вот на то, что раньше курожнуть в клуб сходить, там, что-то купить? А этих-то денег не остается, их нету. И вот тут-то у тебя кубаторочка начинает по-другому активизироваться. И ты такой, так, что я умею делать? Я умею худо или бедно снимать. Как мне это монетизировать? Пойду-ка я пообщаюсь с Андреем Викторовичем Юдаевым. Андрей Викторович, вот давайте детскую школу кино создадим. У вас же, ну, как бы, организация большая, детей у всех много. Давайте я с вашими ребятишками буду работать. Мы взяли детей, вытащили их из среды, в которой они обитали, и поселили в новую. В новую среду, в которой кто-то, может быть, когда-то мечтал побывать, но кто-то, может быть, даже еще об этом не успел задуматься. А мы их на-ка и на съемочную площадку. Андрей Викторович, он был директором компании «Заптек». Организация, которая топила весь Забайкальский край. Она взяла все котельные, которые муниципалам принадлежали в убогом состоянии, взяла под свой контроль, подняла их с нуля до какого-то рабочего состояния. Каждое лето он брал детишек со всех областных районов, начиная от Клички. Кличка – это вообще такая дырень-дыревая. Заканчивая Петров-Забайкальском, там дети кочегаров, дети сотрудники. Кто работает, у кого есть там от 5 до 10 лет, он их всех собирал за счет организации, то есть сотрудники не платили. Привозил их в детский лагерь, там посменно. И с этими детишечками мы уже как бы проводили работу. За месяц их там чему-то пытались быстренько научить, и тут же быстренько с ними что-то снять. И вот таким Макаром мы сняли 6 короткометражных фильмов детских. Сейчас у нас их штук, не знаю, 18, наверное. В этот момент я такой, блин, оказывается, можно зарабатывать что-то, снимая. То есть снимать свадьбы я не хотел. Я не оператор. То есть это как бы, ну, какой режиссер будет на съемках, там еще на свадьбе, что ты сюда, ты сюда, мы что с тобой делить-то там будем. А тут как бы и тема мне интересная. И все равно, как ни крути, я тоже в душе ребенок, мне нравится с ними именно на съемках взаимодействовать. Они иногда такие вещи отчебучивают. Ко мне подходит вот такой мальчишечка. Он говорит, Максим Валерьевич, а вы знаете, почему нельзя драться с беременными женщинами? Я говорю... Почему нельзя? Можно, да? Я говорю, позволь узнать, а почему? Он говорит, потому что они всегда готовы к схваткам. Я такой думаю, откуда ты, мой сладкий пятилетний зайчонок, это услышал? Где-то, ну, как бы запомнил, как бы. Ну, и какие-то такие, как бы, вещи, ну, мне интересные. Время от времени они выдают. Один раз мы едем на съемки. Там целая куча детей из аптековских, они приехали с областников. И едем, у меня как бы, ну, там джип был, да, там задние сидения раскладываются. И мы едем, человек восемь нас. Они там что-то между собой хи-и-и-ха-ха. И тут один ребятеночек где-то, видимо, углядел, как мама с папой совокупляются. Как такой темой не поделиться со сверстниками? Да, это грех такое утаивать. И смотрю, пошла у них между собой. Один такой, а я тоже видел, а этот тоже. И тут в какой-то момент они решили меня вовлечь в эту дискуссию. Видел ли ты? Как минимум узнать, как и откуда мы появились. Они говорят, Максим Ильич, а откуда дети-то берутся? А я что-то как-то был, я ехал, кубаторил про то, как мы будем снимать. Сцена тяжелая, плюс мы снимаем на локации, на ТЭЦе, очень, ну, как бы, охраняемая территория. Я еду про свое, думаю, и тут мне прилетает вопрос, откуда берутся дети. И на меня вот так вот восемь пар глаз как бы устремились в мой затылок. Я прям чувствую по волосам. Я говорю, ну вы, блин, вы что, про капусту не знаете, про аистов не знаете? Они говорят, да шляпы это все эти аисты. Ну, я говорю, как шляпа-то? Ну, действительно, говорю, вот он берет маленького. Ну, тебя, говорю, толстого по-любому в капусте нашли. Тебя, хрен, там один крупный такой, блин, висявый мальчишечка был. Я говорю, тебя точно в капусте нашли, потому что у тебя хрен какой аист донесет. А у вас, лапочек моих сладких, вот стая аистов прилетела, родителям отдала, как бы и нормально. Они такие, ну ладно, а откуда аисты берутся? Я говорю, ну вот аисты уже, конечно, совокупляются. А, ты вот так вот, да, решил вырулить? Да, но тут уже они меня к стенке придавили, думаю. Тем более я с ними работаю не как там какой-то училка, да. Я стараюсь им быть кентом. То есть, если они с нами хотят дружить со мной, да, я, если хочу с ними дружить, я должен быть им другом. Я их не порицаю, но я им максимально доступно объясняю. То есть, вырабатывается чувство ответственности какое? Он, допустим, не выучил слова, один ребятеночек приехал, слова не выучил. Из-за этого сидит вся команда, тупит. Я говорю, вот стоит оператор. Пять тысяч рублей в час из-за того, что ты здесь. Стоят дети, кому-то надо уже ехать, их родители ждут. А мы из-за тебя стоим и вот такой фигней страдаем. Мы не будем сейчас ждать, пока ты это выучишь. Мы просто переносим всю съемку. Разумеется, для него это грустно. Ну, а как иначе? Грозители понятны, их в розовых очочках. Ну, как бы всех, кто мой сладкий, не выучил. Нихоя страшного. Ну, господи, что ты? Мы же им бабки платим, блядь, ничего. В следующий раз не будут. А здесь ты, мой сладкий, ты подвел коллектив. Понимаешь? Из-за тебя мы сейчас вынуждены переносить съемку. Поэтому давай-ка к следующему разу подготовься. На следующий раз приезжает от зубов. Понимаешь? Ну, как бы вот такая работа с детишками происходит. Мы вернемся к появлению женщины. Переходим от розовых очков. И вот она появилась. Появилась тема зарабатывания на том ремесле, которое тебе доступно. Помимо коммунальника появляется как раз уже вспорхнувший ввысь Александр Михайлович Сапушин. Очень сладкий. Ну, вот очень теплые у вас взаимоотношения были. И как складывались они в финансовом плане? У нас финансовых отношений не было от слова совсем. Ну, учитывая то, что Александр Михайлович, хоть и депутат, хоть и директор, ну, там уже в процессе нашего общения ставший директором Удакана. Человек, который по сей день, даже будучи на должности там сити-менеджера, он живет достаточно скромно. Он живет в общаге, вот где живут наши там артисты драм-театра. Небольшая хотеночка, у него нет машины. И, разумеется, каких-то финансов, которые он мог нам просто, нате, пацаны, возьмите и что-нибудь на это снимите, разумеется, у него нет. Но у Александра Михайловича есть огромный административный ресурс. Только благодаря, я так считаю, Сапожникову появился фильм «Врач один». Он меня просто завел к Сергею Олеговичу Давыдову в гости. Он был тогда как раз министром здравоохранения. Говорит, вот, ребята, мы как раз тогда поотсуетились, сняли им социальный ролик бесплатно. Ну, типа, вот промо, вот что умеем. Показали, Сергей Олегович говорит, да неплохо, давайте, что-нибудь, как бы, ну, кино какое-нибудь, тем более я давно хочу. Почему нет? Все, мы с ним познакомились. Александр Михайлович из этой темы вышел. Мы раз врача сделали, раз врача два сделали, раз врача три сделали. Волшебную таблетку с детьми сотрудников Академии здоровья сделали. То есть вот четыре, грубо говоря, проекта только благодаря тому, что Михайлович меня просто завел и познакомил человека, мы сделали. То есть считается это за финансовые какие-то отношения или нет, я не знаю. Были ли контракты, которые он, допустим, проходили через администрацию городскую, которую ты выполнял? Мы делали два клипа, причем мы делали за копейки. Мы сделали два ролика, стоимость каждого в 25 тысяч рублей. Мы сняли ко дню города фильм про Читу. Он мне, кстати, на самом деле даже больше очень нравится, чем тот, который сделали сейчас ребята. Но сделали достойно, не спорю. В нашем фильме мне больше нравится именно технических приемов, операторских. Там Сережа проявил себя прямо, вот это наш первый с ним опыт, он прямо отдался делу полностью. Очень много, вот это он монтировал, очень много тяжелых монтажных элементов с масками, это все он делал. И для запузоров, ну тоже довольно-таки живенький клип. Вот, это, ну, два госконтракта, которые мы получили. Которые вы освоили. Которые мы освоили, да, да. Зная о том, Сапожников, что мы с тобой общаемся, были ли у него претензии к тебе по этому поводу? Претензий не было, но какие-то колкости, это твоя подружанья, это там, я говорю, это твоя подружанья, Александр Михайлович, давай-ка не забывать. Что-то где-то между вами пробежало, но до этого-то твоя подружанья. Ну порыкивает, порыкивает. Я как бы, я знаю Михайловича, добродушнейший человек внутри, но заноза сидит. А заноза, извини меня, состоит из как минимум трех спецвыпусков ХЗ-центр, о том, какой Александр Михайлович не до конца исполнительный чиновник, мягко говоря, со слов ХЗ-центра, да, не более чем вот таких рыков. Ну он не ставил условия, ультиматумы. Ни в коем случае. Не топал ножкой, нет? Нет, нет, нет. А как он тебе сформулировал, как бы, ситуацию, когда ХЗ-центр перестал выпускать именно про него? С ним вот этот момент мы не проговаривали, но вопрос, почему ХЗ-центр перестал выпускать про Сапожникова, есть две версии, причем обе версии, они в рамках слухов, да, то есть конкретики нет. Первый, разумеется, что Лену дернули в прокуратуру, дали ей пиздячек и говорят, Лена, сейчас дальше такая тема продолжится, мы тебя как бы, ну там, наругаем еще жестче. Версия номер один. И версия номер два, что Александр Михайлович, вышестоящий наш губернатор, выдернул Лену и сказал, Лен, ну че ты, давай с нами двигаться, наунте, сними что-нибудь про троллейбусное депо. А Лена такая, нихуя снимать я вам, мои сладкие, не буду. Ну давай, ладно, че-нибудь сними другое. Ну типа, что-то, чем-то тебя задобрили. Почему ХЗ-центр замолчал? Ну это опять-таки слухи, да, опять-таки где-то это слухи. Давай я задам вопрос. У тебя есть серия роликов про моего друга-товарища, Александра Михайловича Напожникова, где ты его жестко прям гнобишь. Причем не просто как бы так, типа где-то там что-то слышал, а подкрепляя какими-то фактами, какими-то аудиозаписями, какими-то там еще доказательствами. У меня есть, у меня, во-первых, сразу два вопроса. Я их сразу же задам. Первое, это почему прекратились выпуски этого ХЗ-центра? А второй, почему они начались? Второе, почему они начались, да. Так, отвечаем в последовательности, в которой ты сказал. Итак, выпуски ХЗ-центров про Александра Михайловича Сапожникова прекратились по нескольким обстоятельствам, никак не связанных с правоохранительными органами, куда меня вызывали, как на работу каждую неделю. Но прокуратура на все заявления, которые были поданы от Александра Михайловича Сапожникова, дала им отказ в возбуждении каких-либо действий против меня. Они не сочли ни клеветы, не усмотрели ничего такого. Было отказано прокуратурой в возбуждении каких-либо действий против меня. Потом последовала полиция и, опять-таки, уголовная статья, которую возбуждали в отношении неопределенных лиц. И тоже, как вы понимаете, ничего там не удалось наскрести, потому что там есть факты, как ты правильно подметил, были подкреплены факты. И я бы могла и дальше доставать из сундука какие-то скелеты и рваное грязное белье, потому что сливать начали все больше и больше. Сливали близкие друзья, поверь мне. Близкие друзья? Близкие друзья сливали. Кто? Скажешь? Нет, конечно, нет. Я не имею права по закону. Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Александра Михайловича Сапожника и начали определенный ряд мероприятий, в котором мое оповещение мешало бы им. Это, то есть, я не могла... Я ждала, что сейчас скажут, все, его посадят, все, его сняли. И я была ради готова этого замереть и даже ушами не двигать, только чтобы вот мне сказали эту новость, чтобы его посадили. Вы спросите, откуда такая ненависть к человеку, который, в принципе, мне лично ничего плохого не сделал. Нету ненависти. Возникла, знаете, как сказать, ситуация возникла следующим образом. Против Александра Михайловича Сапожникова сыграла великолепно против его пресс-служба Алексея Будько. И по его, пардон, тупости, недальновидности, непрофессионализм, вот его галимый, да, привел к таким результатам. Ну, давай, вот конкретно, что он сделал? Ситуация была следующая. Я звоню Александру Михайловичу. У меня личный телефон, мы с ним общаемся. Замечательно общаемся, надо сказать. И причем все говорят про него, что это человек, который старается помочь, если он может помочь. И на тот момент, почему я обозлилась, что вот это вот, ты же можешь сделать, как ты можешь-то вот так вот это проигнорировать? То есть я звоню Александру Михайловичу и говорю, слушай, там инвалид, она его на руках носит, ему 30 лет. А там второй этаж, а там, там туда дрова, туалет на улице. Я говорю, давайте что-то сделаем. Он говорит, все хорошо, запрос давай, я ему отправляю, он меня переадресовывает на Будько, я Будько даю все данные. Все, давайте решим. Да я же наоборот бы сделала сюжет о том, что он пришел на помощь, о том, что они помогли этому ребенку и все прочее. Будько в это время находит документы с такой же фамилией, с таким же именем человека, умершего. Дают их мне, отдают. Я там прочитала, забираю документы себе, а прихожу на работу, понимая, что здесь подлог. Звоню Сапожникову, я говорю, здесь документы другие, здесь не теряйте лицо, я даю вам карт-бланш, найдите достойный ответ, давайте решим вопрос. Там надо-то было решение на межведомственной комиссии, короче. Все, там какая-то бредятина, которая дала бы возможность этой женщине сходить в суть и получить квартиру. Они вот это вот решение не могли дать Сапожникову, чтобы он подписал. Это что вообще такое? То есть его команда сработала против него абсолютно. И он меня просто игнорит. Он меня раз проигнорил, два проигнорил, три проигнорил. Я звоню Будько и говорю, я завтра приду, буду вас караулить, и вы мне все равно дадите комментарии. И он говорит, куда ты завтра придешь? Со мной в таком ключе разговаривает. Ты куда? На хуй собралась. Он говорит, я говорю, что? У нас пандемия, мы не принимаем и кидаем трубки. И я здесь думаю, держите. Все, все просто было. И вот как перед Богом, понимаешь? Никто мне не платил никогда никакие деньги за то, чтобы я его мочила. Нет, конечно, этого не было никогда. И после этого я выпускаю первый хозоцентр. Мне здесь опять посыпались угрозы. Ай-яй-яй, да мы тебя сейчас там. Это же все Будькову вот это вот аккумулировал. Он через своих журналистов заходил. Они пытались разными способами испортить мне жизнь. На самом деле многое удалось, но меня нельзя, меня только убивать, я же говорю. Меня нельзя просто так раз ударить и уйти, чтобы я заплакала и все исправилось. Меня только убивать потом, если раз ударить. Ну смотри, вот неужели здесь нельзя было включить свою какую-то, ну... Женскую мудрость? Женскую мудрость. С мудаками женская мудрость не работает. Вот если ты ко мне по-дурацки, я к тебе так буду по-дурацки, что ты оглохнешь. Вот это вот про женскую мудрость, это вот на улицу к девушкам, которые у них восторженные глаза. Я вообще далеко не восторженная сука, и поэтому у меня здесь все просто. Но я могу предположить, что как мог состояться диалог. По словам я тебе полностью верю. Слово в слово, я думаю, обманывать ты меня не станешь. Но есть же еще и тональная подача информации. Если ты звонишь, вся такая на РПТ, дайте-ка мне вот это, дайте-ка мне вот это. Разумеется, человек к тебе как бы встречным отношением таким же начинается. И вот тут уже просто конфликт. То есть ты подала эмоцию, они подали эмоции. Получилось так, что появилось три выпуска в этот центр. Я их предупредила. Я очень благородно поступила, не выкинув сразу это все. И не сказав, что они мне документы умершего человека дали. Я им позвонила и сказала, переделайте комментарии, я вам верну все. И они не захотели. И вот здесь, понимаешь, противостояние усилилось. Но потом сразу же после первого хозоцентра, как я его просто разнесла по поводу этого ребенка-инвалида, случилось невероятно. Мне назначают встречу. И дают аудио, видео и все прочие документы против него. И здесь люди, которые уже ждали момента его потопить, они нашли выход через меня. Так он только начал свою деятельность. Были враги у него до того, я предполагаю. И это идет из 90-х, из его вот такого прошлого. Но на самом деле, я тебе хочу сказать, после того, вот смотри, хозоцентр, именно имеется в виду социальная составляющая хозоцентра, которая коррупционно рассматривает какие-то моменты, никогда без документов и фактов не выходило. И после выхода в хозоцентр как раз Котов, про которого я делала, ДМРСУ Дорожников, он сейчас сидит, ему 15 лет, пялится за Лексус и взятку в крупном размере. А тогда мне тоже крутили виска и говорили, как ты можешь, святой человек, да что за напрасненье ты возводишь. Ну вот, вот она, понимаешь, итог. Второй момент. После того, как я добилась вот этот момент, что Сапожников приехал к этой женщине с этим ребенком-инвалидом, и потом уже как раз закрутилась эта вся бюрократическая машина, мне вчера приходит СМС, что они получают квартиру, им дают ключи на Ярославского от квартиры, и Андрей, вот этот вот инвалид, ребенок, кричит «Ура!» Прикинь? То есть вот, понимаешь, вот в чем функция хозоцентра. То есть все не просто так. И самое-то основное, почему я прекратила, да, узнав о том, что я мешаю, да, вот в этом плане, что сейчас грядет, я делала стоп, и знаешь, и мне звонит мой друг, который в вашем мужском клубе, да, черного юмора, и мне говорит, «Ну я уже тоже скоро поверю, что тебе заказали сапога, ну перестань-то его мочить!» Я ему говорю, я его не трогаю уже, успокойся. Я говорю, ну просто будет там продолжение. Слава Богу, что продолжение сейчас для Александра Михайловича, это СВО. Ты знаешь, что я провернута на теме патриотизма, и я в этом плане, я готова его, когда он вернется, расцеловать. Вот честно, я представляю, как он будет от меня убегать, скажет. Вот только вот не это исчадие ада, но я тебе честно скажу, что... Извольте, извольте. Да, вот здесь, вот здесь, это для меня очень показательно, для меня мужское принятие каких-то вот таких волевых решений, это для меня есть огромное уважение. Ты понимаешь, что человек, которого ты гасила, с ним можно было просто сесть, вот так вот же мы, не через его вот эту вот пресс-службу и пообщаться, без вот этого РПТ. Я знаю Михайловича, это добрейший человек. Если ты к нему мягонько... Знаешь, чем мне Михайлович очень нравится? Я не умею мягонько. Я понимаю, в этом-то на самом деле, ну, есть твоя болевая точка, да. Ты, ну, как бы, как это, женщина с огоньком, да. Вот, но чем Михайлович отличается от всех других политиков, которых я знаю? Его не надо просить о помощи. Он всегда спрашивает, чем помочь. Мне, как правило, ничего не нужно было. Ну, то есть, все, что надо, я, как бы, где-то нужно было дотянуться, там надо было нам, там, тачку ГАИ, ну, какие-то вот такие моменты организационные. Но если тебе что-то надо, он прямо здесь же берет телефон. Он не так, что, типа, давай, я потом решу. Потом он может, там, забыть, там, дохуляр обязанности, особенно на должность сети-менеджера. Он прямо тут же поднимает трубку, тут же звонит, дает какой-то импульс движухи, и ты там дальше уже движуху добиваешь. Но ты пошла, конечно же, в своем стиле. Это, как бы, тебя делает личностью. Нет, просто меня нельзя никуда, ни в какое эротическое путешествие отправлять, потому что вскоре кто меня это сделал, отправил, он окажется именно вот там же. Вот именно, отправил-то другой человек. А почему пострадал-то третий? Нет, я же ему все сообщила, я его поставила в курс. Так. Голосовые ему слава. Понимаешь? Когда он трубки от меня не брал. То есть здесь у него, он решил, да что она, там, Будько сказал, там, кто она такая. Ну, вот, ребят, нельзя так. Так нельзя. Нельзя не то, что ко мне речь идет. Когда речь идет про инвалидов, когда речь идет про ребятишек, да? Когда речь идет про старух и стариков, забейте нахрен себе все свои чиновничьи понты в одно эротическое место, и с ними наслаждайтесь там потом в ночи. Вот это мое глубокое убеждение. И здесь вот по-другому. Не буду я искать подходов. Это твоя прямая функциональная обязанность. И ты ее должен был выполнить, несмотря на то, в каких мы с тобой, там, дружеских, недружеских отношений, там, общались мы, не общались на какой-то короткой ноге. Вот это вот так вот. Слушай, а вот ты не боишься, что, допустим, ну, у тебя было благородное желание помочь человеку, инвалиду? Вот сейчас люди смотрят это интервью, и такие, у них тоже есть у кого-то желание кому-то помочь? И они такие, еб твою мать, это сейчас, чтобы сейчас кому-то помочь, это надо такие огонь и воду медные, там, трубы пройти? Да нахуй оно надо? Неужели нельзя, там, сделать это все более дипломатичней? Ты не понимаешь, никто не хотел им помогать. Когда подсовывают документы умершего человека, им легче было найти документы на умершего человека, чем подписать документ, резолюцию, понимаешь, какую-то там. Ты не понимаешь, а это вот момент работы, когда вот идите спать вообще, какие просьбы, идите нахер отсюда. Пренебрежение, граничащее с неуважением, оно, оно же даже, говорю, было не ко мне, оно сквозило ко всему. Вот он, и ты пойми одно, я понимаю чиновников с одной стороны. Они, возможно, бы и хотели многим помочь, нету этого ресурса, резерва там, квартиры, всего прочего. Но есть же вопиющие какие-то случаи, они должны быть в приоритете. Я спрашивал Александра Михайловича, я говорю, Михайлович, вот эта тема с инвалидом, почему не поможете? Он говорит, я рад бы помочь, я даже этого хочу, но я как чиновник без решения суда у меня просто связаны руки. Так чтобы она пошла в суд, ему нужно было подписать вот эту резолюцию на вот неведомственную вот эту комиссию, понимаешь? Вот в чем дело. То есть человек был некомпетентен. А знания прапорщика, они дают возможности хорошо управлять городом. Он рад помочь как прапорщик, как человек, хороший, допустим, да? Но вот те рычаги административные, с помощью которых вот эти все бумажки, т.д. и т.п., бюрократия, решается этот вопрос, он ими не обладал. И почему я и сказала, что, ну, пардон, а вы в каком ключе-то вообще здесь у нас городоначальник-то? То есть здесь... Ну, это вот на начальных порах, это было где-то в течение, может быть, трех-четырех месяцев после того, как он вступил, получается, в должность, правильно? Да, это недолгое время. Его вот, как ты говоришь, незнание среды, в которую он попал как прапорщика, собственно, и привело вот к таким ситуациям. Что мне один раз сказал один матерый наш политик, одна акула такая, знаешь, которую я очень довольно-таки давно знаю и уважаю. Я говорю, как с Михайловичем у вас отношение? Это тоже такой довольно-таки, ну... Это кон? Нет, это не кон. Кон, ну, вот спокойный как бы человек. Ну, я, во всяком случае, не видел ни разу, чтобы он где-то там что-то кричал, на кого-то ругался, может быть, где-то, во всяком случае, себя как-то вот так вот ярко проявлял в рамках конфликтов. Вот. Здесь, наоборот, другой человек, который за словом в карман не полезет, у него нет такой темы кому-то подмазываться, вот, он идет по своей траектории. И я говорю, как с Михайловичем вот у вас сейчас, Михайлович в должности, как у вас с ним отношения складываются? Он говорит, знаешь, что мне нравится в нем? В общем, у него, да, не хватает вот на первых началах понимания дела, но он очень быстро учится. По сравнению с его некоторыми коллегами, у него, его взгляд со стороны, это не мое. Я, на самом деле, там знаю очень все довольно-таки поверхностно, да, про всю движуху, даже ты мне сейчас рассказываешь вот эту вот механику, как нужно было сделать. Я это как бы мне это не знакомо. Но он, говорит, хочет, во-первых, учиться, и у него это получается. Здесь я с тобой соглашусь. Я тебе больше скажу. Сделать карьеру вот такую от пацана, который был в Краснокаменске, да, там, в КСК потом, и просто от такого пацана из 90-х он сделал головокружительную карьеру. И здесь я, благодаря своим вот этим усилиям лидерским каким-то, да, административным вот этим качествам, я соглашусь, я даже спорить не буду с тобой. Ну, если я когда-нибудь увижу вас обнимающимся, мое татарское сердце растопится в тепле. Понимаешь, не так много времени... Знаешь, я когда видел этих ЭЗЦентр, видел, что... Я знаю, как Михалыч любит помогать людям. Я знаю, как ты не меньше любишь это делать. И я смотрю, что вот, грубо говоря, два человека, которые работают на общество, они конфликтуют. Ну, блин, из-за чего? Порой же бывает из-за каких-то непонимашек. Ну, ладно, черт с ним, отложим. И было бы как круто, вот есть такое понятие синергия, да, когда одна энергия твоя с его энергией вот так вот вместе в тандеме делается, и делается какое-то, ну, там, невероятное кайфовое дело. Вот я думаю, когда, если Александр Михайлович продолжит свою деятельность в Забайкальском крае, да, если у вас примирение произойдет, ну, в принципе, я думаю, как бы как такового уже негатива по факту и нету, да. Я видел твой посыл, когда его забирали в СО. Я такой, ну, ты моя-то. Добрым словом, это хорошо. Сила в доброте, вот поверь. Знаю. Но доброта должна быть с кулаками. Это не самое мое такое... Доброта не самое мое первичное, как говорится, качество моей личности. Не, ну, я умею признавать какие-то моменты. Я умею расписаться в собственной какой-то неправоте, если я могу извиниться. Но тяжело дается. Но не про меня сегодня. С парашюта прыгаешь, ты считаешь 321, 322, 323 и выдергиваешь чеку. Я думаю, я выдергивать чеку не буду. Я хочу побольше полететь в свободном падении, там, тысяча метров и так. Тем более на 300 метрах у тебя откроется запасной парашют, и в любом случае он меня спасет. Поэтому я вот это выдергивание чеки, я даже не буду заморачиваться. Все, мы летим, вот этот, он открывает эту дверцу, вот этот звук. Он меня как бы, Юсупов, давай, Юсупов подходит. А он же как бы тебя бьет, ты вот так чеку держишь, да? Он тебя бьет по плечу, ты делаешь шаг вперед, 321, 322, 3 и выдергиваешь. Он меня только, сука, по плечу хлопнул. Я прямо в самолете эту чеку на-ка, в этот парашют туда, и я вот так вот занимаюсь. Я не буду, я на 300 метрах, да? Еще полный самолет наших фанатов, дети 90-х. Это же вы, ну да, тут же не у него. Так вас же убили, да, у тебя была ситуация? Да, вас же убили, вы как в самолете-то, да, есть такие на самом деле. Флёр от детей 90-х прошел давно. И 2022 год стал, ну, для многих сложным. Какой он был для тебя? Вот как ни парадоксально, хаос по всему миру, да, творится. А 2022 год у меня довольно-таки, ну, успешный на самом деле. Задачи, которые ставил в начале года, и вот к концу этого года, вот каждую неделю, каждая задача довыполняется. То есть переживал, что вроде что-то вкладываешь, что-то не получаешь. Где эффекта, где результат? Результата нет. Оказывается, в некоторые вещи, как у медиков есть такое понятие, когда ты ходишь, ставишь капельницы, а у тебя что-то не проходит. У тебя нарабатывается вот этот накопительный эффект, да, и он в нужный момент стреляет. Сейчас вот началась вот эта вот стрельба эффектов. Я даже боюсь сглаживать, хотя чего сглаживать? Уже на сегодняшний день большинство документов подписанных, я сейчас говорю не про коммерцию, вот. Я говорю про наши какие-то альтруистические, творческие, семейные. Все-таки суд Черновского района тоже мне выдал документ с подписью о бракоразводном процессе, это же тоже документ. Поэтому 2022 год, год тигра, тигр-волка не обидел, так что спасибо ему, посмотрим, что там с кроликом будет. Итак, в 2022 году что тебе удалось снять? В 2022 году у нас вышло два провокационных фильма. Мы закончили трилогию «Врача», «Врач-3» с Сергеем Олеговичем Давыдовым мы сняли. Первый раз в жизни я принес ему фильм, он меня за него похвалил, но выпускать это он сказал, мы не будем. Я подписал несколько документов о неразглашении, потом он мне звонит, через какое-то время подъедь, еще один документ подпиши. Если кратко, то я такой-то, такой-то, снимая «Врач-3», сам не ведал, что творю. Это что-то такое, ну, запредельное, поэтому не судите строго, да, дурак дураком наснимал ерунды. Но фильм кайфовый. Каждая часть, задача была, чтобы она отличалась чем-то. В каждой части должен быть свой посыл. По факту, на самом деле, если про посыл рассуждать, то первая часть, она наиболее сильнее тронула зрителя. Ее забрали медики дальневосточные, крутят у себя в институтах, в больницах, показывают, там, в рамках профориентации. Хотя я не знаю, что там такого профориентирующего, основной посыл, да, был в чем, что кадры уезжают, и работать-то некому. Славка, Славка, вот скажи мне, у тебя мечта есть? Свалить поскорее из этого ада в Москву. А чем тебе тут так плохо? Вы издеваетесь? Всю жизнь вкалывать за копейки? Извините, это не мое. Кому интересно, у нас есть сайт запкино, там у нас есть врач-1, там у нас есть врач-2, но врач-3 пока он лежит у нас как хороший добрый коньячок, настаивается в шкафу, где-то в подвальчике, мы его обязательно покажем. Но когда чуть сменится немножко политическая обстановка у нас в Забайкальском крае, потому что там есть некоторые пасхалки, которые мы туда заложили, они сделаны на основе реальных рассказов, которыми я напитался. Я, насколько знаю, даже не рассказов о событиях, произошедших в Министерстве здравоохранения Забайкальского края за последний год-два. Если про Министерство здравоохранения разговаривать, то тут больше фильм «Красная зона» у нас на «Бедокурил». Это вот второй фильм, который мы сняли. Везем в первую реанимацию. Виктор Геннадьевич, это же ковидный ПЦН. Вы зачем маску сняли? Не переживай, Танюш. Я ж крещеный. Ничего со мной не будет. По идее, изначально был запланирован как кинопамятник врачам, которые отдали там жизни. У нас там в конце фильма 15 врачей мы показываем, которым посвящен этот фильм. Но замысел немножко другой. Хотели показать героизм врачей, а показали какую проблему. Что система наша, Минздравовская, работает каким образом? То есть приходит новый начальник в какое-то муниципальное здравоохранительное учреждение. Разумеется, с приходом нового начальника идет кадровый раскидон. Вы туда, вы сюда, вы направо, вы налево. Каждый фильм именно на медицинскую тематику. Прихожу к врачу. В данном случае у нас есть Мясника Сергей Анатольевич, бывший главный хирург Забайкальского края. И мы с ней сидим и о чем-то трещим. Напитываюсь информацией. И вот он мне рассказывает, говорит, вот смотри, Сергей Олегович Давыдов был министром. Он ушел. Я был замом. Учитывая то, что мне эта политика вообще нахрен не нужна, я люблю лечить людей. Я прям кайфую от этой процедуры. Он хирург. Но мне тоже попросили, Сергей Анатольевич, ну давайте-ка вы тоже сваливайте-ка с должности. Причем не с должности замминистра, а с должности врача в больнице, в клинической, если я не ошибаюсь, он работал. Так что давайте как бы нахер с пляжа. И что я получаю? Как бы я ничего не потерял. Меня Сергей Олегович взял к себе в Академию здоровья. Дал работу, дал кабинет. Я как бы работаю. Но люди, которым нужна моя помощь, теперь должны идти через кассу, ну либо где-то через ОМС, Академия здоровья все равно по ОМС работает. Но тем не менее, так бы они могли прийти ко мне в больничку туда, и я бы в любом случае как бы бесплатно их приоперил. А здесь как бы я ничего не потерял, разумеется. Но если мы говорим про пользу общества, общество потеряло. И фильм «Красная зона» как раз рассказывает о том, как система выдавливает специалистов, причем порой выдавливает не просто «идите-ка, и все, и про вас забыли», а еще и накидывает проблемы, понимаете, там бывают же судебные издержки. Не то, что описано в «Красной зоне», да? Да, да. Зайдешь в операционную, под статью попадешь, поняла? У меня, между прочим, человек в тяжелом состоянии, вы меня статьей пугаете? А если бы вы на этой каталке лежали, или кто-то из ваших родных, как бы вы тогда на меня посмотрели? Наталья Николаевна, это подсудное дело. На твоем месте я бы задумался. К счастью, на моем месте таких, как ты, не бывает. Фильм тоже можно посмотреть, правда, он на ютубе, есть у меня «Красная зона». Вот вчера как раз я этим была и занята. Почему-то не на врачей я остановилась, а на «Красной зоне». И хотела бы, почему, наверное, на нем поподробнее остановиться. Ну, плеяда драматических актеров Забайкальского драматического театра там, она, конечно, не может не радовать. Но, опять-таки, они тебе не показались актерами, скажем так, шлейф драматического театра? Тебе фильм не показалось, что просочился? Ты имеешь в виду, что есть театральщина, вот огрыше кино, ну, разумеется, как врач первый. Мне за него прилетело, человек интервью брал, он говорит, как вы умудрились актера драм-театра заставить так хреново сыграть? Документы в регистратуру, вещи тоже туда же. И бегом ко мне. Пойдем вместе на обход. На обход? Вы издеваетесь? Я к вам 8 часов вот по такой вот дороге ехал. С переигрышем. То есть подача актера театра, она отличается от подачи актера кино? Конечно. Я поэтому и говорю, что с ними в кино очень трудно работать. И почему я не люблю, допустим, театр? Простят меня лицедеи театралы. Я об этом недавно пост написала о том, что в театре все переиграно. И все очень напыщено, пафосно. Кино – это более сдержанное, это более глаза, это эмоции, это мимика где-то. То, что не видно со сцены театра. И вот тебе с ними не было трудно, с актерами? Мне единственные актеры, с которыми мне трудно, порой бывает, это актеры, которых мы вовлекали в съемки «Дети 90-х», в съемки «На колесах». Потому что это как происходит? Что, подъедешь? Занят, не занят? Нет, не занят. Подлети, отыграй, а, кого-нибудь. Тут нам надо как бы человека, слова скинуть. Да приедешь, мы тебе там дадим, там успеешь выучить. Вот тут сложно, потому что, во-первых, люди не обладают инструментами вхождения в образ. Это так же, как бортировать колесо. Если у тебя нет баллонника, там, домкрата, ты не перебортируешь колесо. И, ну, может быть, как-то подручными средствами скустаришь, вот как мы скустарили, там, сериал, полнометражку, две, то тут уже люди, которые приходят на съемочную площадку, я, как человек, который только-только начинает работать с артистами, именно с людьми, у которых есть набор инструментов, да, и я все равно где-то прицеливаюсь. То есть, если взять первого врача, я где-то стеснялся там. Я смотрю, переигрываю, думаю, эй, ладно. Как бы, все равно мне, как бы, как режиссеру, да, мне приятно видеть, что человек, во-первых, не забывает текст, он его помнит. То есть, нам не надо делать 800 дублей, потому что человек, во-первых, переживает, когда эта тема на тебя включается, он сразу замыкается такой, ай, как я буду выглядеть, то есть, внутренние вот эти вот барьеры. А тут ребята приехали, выдают, подают, как бы ты такой, вау-вау, прикольно. В борьбе за жизнь пройдут твои года, как завещал нам Гиппократ. Сгорая сам, другим свети всегда. За свет не требуя наград. Уже сейчас ты начинаешь их где-то скорректировать, ну, в рамках своего понимания дела. Хочу заметить, что я хоть и занимаюсь этим 10 лет, я в этом ни хрена не понимаю, понимаешь? Потому что, если учитывать то, что мы сняли, ну, в общей сложности, 4 полные картины и короткометражек в рамках детской школы кино, таких вот, «Врач», «Красная зона», ну, штук 35 примерно. Это, знаешь, как вот идешь на экзамен, ты же, когда не знаешь ни хрена, ты идешь как бы, да, господи, еще сдам как-нибудь, разберемся, делов-то. А когда ты хоть чуть-чуть узнал, хоть чуть-чуть помял материал, ты понимаешь, что там еще безграничное море, вот этой всей движухи, да, и ты-то просто вот маленький, как бы, маленькая шерстиночка, понимаешь? На этом, песчиночка, на этом пляжу, где огромное количество информации, которая до тебя должна еще как-то достучаться. Не то, что достучаться, ты ее еще должен усвоить, понять, где она тебе пригодится. Потому что такие вещи, как раскадровка, там нахер она нужна, какая раскадровка? Сейчас приедем, камеры поставим, что нам надо? Общий, средний, средний, общий. Сейчас выстроим. Нет, ни хрена. Все эти вещи нужно делать на предпродакшене. Ты должен знать, какой тебе нужен не просто ракурс, какая тебе нужна смена кадра. Если у тебя камера идет вправо, то тебе и предыдущий кадр нужно начинать, чтобы он шел вот так по траектории. Ну, это чисто не вербалка. Зритель же, когда подключается к твоей истории, которую ты рассказываешь, он подключается за счет тех инструментов, которые он не знает, но которые ты используешь. Это начиная от операторских приемов, заканчивая режиссерскими. Вот функционал режиссера, да, опять, я никогда не догонял. Думаю, ну похера он нужен. Есть же сценарист, да? То есть он же написал историю, он же ее где-то в голове увидел примерно, как она у него должна была. Есть вот оператор. Ну что, сейчас сценарист подойдет, скажет оператор. Ну вот у меня задумка такая, вот так выстрою, так должно быть. Похера этот посредник, режиссер. Он еще и оказывается там самый матерый считается. То есть он должен вот так сидеть, что-то там смотреть, что-то говорить. Оказывается, нет. У режиссера тоже есть свои приемы передачи информации. И когда вот эта связка работает, когда у сценариста все лаконично, умненько, вкусненько, когда режиссеришка не включает в себя вот этого «я все знаю, сейчас как вам разведу, разведу», когда он тоже подключается к истории, когда он слышит ребят, которые рядышком здесь тусуются, вот тогда как бы происходит от этого синергия, да? Я его так рассказываю, у меня же мурашки похожи. Тогда получается какой-то хороший продукт. Из таких продуктов в нашем творчестве я могу назвать, не знаю, пару картин. Детская школа кино, врачи. Красная зона мне не зашла. То есть мне не было такого, чтобы я... Кто писал сценарий? Я. А, ну ты сценарист, то есть ты режиссер. Развоение личности, да? Зачем нужен режиссеришка? Я сценарист, я справлюсь. Да, нет, режиссер нужен. Ну, скажи, пожалуйста, ты озвучил только что средний, общий, средний, общий, общий, средний. Это мы про крупность планов. И как раз в этой красной зоне я не увидела крупняков, я не увидела передачи деталей, я не увидела даже по монтажу. Монтировала тоже ты, Илья Сергеевна? Да. Вот. И мне не хватило вот этого, как тебе сказать-то, что подает она часы, да? Здесь же очень важно и часы, и глаза, и эмоции. А у нас средний план, и дальше еще удаленный. И раз, и вот задумка хорошая. Саш, ну, переведись ты уже на гражданку, а? Каждый раз ведь как в последний провожаю. Наташ, как только наших выведут, я обещаю больше никакой войны. А мы просмотрели ее на удаленке. И вот тебе так не кажется, что не хватает иногда каких-то моментов, даже на монтаже, что те же крупняки и детали, они очень важны на самом деле. Согласен. Это, знаешь, почему так произошло? Это простая человеческая лень. Если посмотреть красную зону, то у нас стиль съемки в основном какой? У нас мало раскадровки. Мы стараемся снимать все вот одним длинным. Кто это старался снимать? Я хотела отдельно сказать ему, рученьки оторвать. Ну, как правило, все вопросы режиссеру, разумеется. То есть, если как бы меня это устраивало, то как бы и спрос с меня получается. Ну, хорошо. Оператор получил деньги за свою работу? Конечно. А ты не потребовал обратно? Нет. Ну, то есть, в рамках съемки качества меня как бы все устроило. Как ты говоришь, не хватило крупных планов, не хватило деталей. Это претензия ко мне. То есть, это моя недоработка. Потому что я не посидел, не позаморачивался, не подумал, как мы эту сцену сделаем. Просто пришли на съемочную площадку. Так, разыграем. Как по-театральному, да? То есть, им же театралом легче разыгрывать. Это же этюд. Да. А что нам его бить, раскадровывать, потом сидеть, пацать, как бы с этим всем монтажом? Сейчас нормально вот так вот сделаем. Тем более, сейчас говорят, длинный план, это же... Ну, вот это как раз то выражение, которое тебе очень понравилось в моем интервью. И сразу же у меня рвутный рефлекс вызывает. То есть, вот эта вот вся вот эта езда из Дува, она, конечно, неприемлема в таких фильмах. И здесь я бы все-таки оператора поругала, не знаю, кто это, но привет ему большой. Небольшое отвлечение. Вот как раз про сцену, где с тиканьем часов, я закидываю фильмы. Ну, то есть, в среднем фильм у нас как бы набирает, ну, на колесах 4 ляма, там, дети 90-х суммарно 15 лямов. Как бы еще, как бы нормально, идет конверсия. И тут закинул красную зону. Смотрю, у меня конверсия стоит, у меня даже больше тысячи не набирается. Я почему захожу, мне прилетают авторские права. За что? За тиканье часов. Я с библиотеки звуков при монтаже скатял тиканье часов, вставил его, то есть, алгоритмы его считали, что у него есть правообладатель, а они мне конверсию НАКО, давай-ка, мой сладкий, либо... Монетизируйся? Нет, не монетизируйся, это уже сейчас бесполезно. Либо обжалуй, да, вот это решение, типа, докажи, что у тебя есть правообладателем договоренности, или что ты где-то это купил. Тогда мы тебе как бы дадим добро, добрый свет. Вот, с НАКОЛЕСАМИ у меня так же было. Там около шести исполнителей, которые музыку, причем это все забайкальцы, это все ребята из Читы, они просто, половина из них живут уже в других городах, Москва, Новосибирске, Питере и тому подобное. Ну и наши читинцы тоже есть. Мне на их музыку тоже прилетели авторские права, я их обжаловал, все, они увидели у себя, что да, вот есть какой-то контент, где используется наша музыка, я им ответ, они все добро, давай дальше как бы не вопрос. Вот, но все равно на колесах я тоже смотрю, у него шло-ушло-ушло, потом опять встало. Смотрю, что опять какие-то авторские. Я их обжаловал, но видимо по ним как бы не пришло, потому что там четыре с половиной, по-моему, если не ошибаюсь, ляма набрало и больше она не идет. Почему? Ну люди же все равно смотрят, значит она у них не появляется. Ну вот. Ну вот опять-таки на эти грабли я самолично наступила в воде нетону, когда вот это вот все в диалоге, и зареклась на веки вечные это использовать, и с операторами сразу обговаривают предварительно. Но опыт сын ошибок трудных. Да, мое лентяйство, это вот всему виной моя лень. Я учитываю то, что если бы у меня была хотя бы одна десятая от того трудолюбия, которое есть у моих родителей, я бы был успешным режиссером, киноделом. Я бы был успешным киноделом. А учитывая то, что я люблю полентяйничать, я люблю там до последнего момента оттянуть, и потом в последний момент, то есть сейчас я делаю раскадровку, я ищу даже кадры, которые мне нужны. Я стараюсь их хотя бы у себя в голове держать, чтобы потом как бы с оператором выстроить, посмотреть, и чтобы понимание какое-то у нас было. Достаточно к себе самокритично. На самом деле я так думаю, что ты так не думаешь про себя, потому что единственный, первый, наверное, с титаническими усилиями в Забайкале двинуть вообще кинематограф все-таки это ты. И здесь никто не поспорит, как бы ты ни была. Мне было интересно другое. Почему у нас в Забайкале не принято, скажем так, гордиться теми, кто начинает, теми, кто делает, двигает. У тебя было такое ощущение, правда ли, что, допустим, вы уезжали в другой город с семьей отдыхать, к тебе подходили, вот как мне рассказывали, да, и не рассказывал, не ты. И просили автографы. В Забайкале прямо это было вот так вот, ну типа, вон, там, и все. То есть там ты был киногерой, а здесь кто-то здесь, в Забайкале. Сейчас, ну, если так можно выразиться, ну, это громко, конечно, киногерой, но вот про вот то, что вот как ты говоришь, это было после первой серии. То есть мы выпустили, да какой после первой? Пока мы снимали сериал, я из дома выйти не мог. Я шел, то есть для меня непривычное состояние. Я жил спокойной жизнью. То есть в институте школы никак не выделялся. Тут мы сняли первую серию чисто для себя покайфовать. И после этого, я смотрю, люди начали себя узнавать. Причем, если сейчас люди узнают, подходят, респектуют, ты уже знаешь, что если к тебе человек подходит, ну, он негативно не выскажется. А тогда-то это был вообще бум. Я в клуб не мог сходить спокойно, потому что, ну, там подходили, ну, то есть подходили те, кто, да, клево, а подходили те, что, ну, какую вы не снимаете, мои золоткие, вы вообще, вы хоть понимаете, о чем жизнь-то? Вы же блатную жизнь-то не видели, вы же дети, вы же мажоры, вы тут нас снимали, о чем? Я говорю, мой золотой, ну, никаких, допустим, имен в фильме, да, привязанных к каким-то авторитетам, никаких там личных своих, как бы, блатных патугов мы туда не хотели заложить. Фильм о дружбе. Дружба проявляется в каких-то критических историях. А криминал, ну, это самое, как вот Салбон есть у нас такой режиссер, где она в 321-е сибирское. Она, кстати, вышла? Нет. Ой, отчего? Там же всем миром столько лет, прямо вот пинают во все, куда можно, и что не случилось? Не выходит каменный цветок Данила Мастера. Вышла какая-то, знаешь, я не знаю, какой-то виток от этого фильма, он называется «Братья». В Лонаде Салбон нас пригласил, например, вот этого фильма, то есть это какая-то там ответвленная часть, какой-то прикл, сикл, хер его знает. Я сел, посмотрел 2,5 часа, и мне стало страшно, что у Салбона нет вообще никакого понимания рассказа истории. Снято великолепно, ну, то есть выстрелы, огромное количество работы, там вот эти все взрывы, массовка, огромное. Но рассказа, истории-то нет. Я сижу 2 часа, я не понимаю, о чем. Я думаю, почему так произошло? Думаю, ладно, посмотрю его другие фильмы. У него там было 2 фильма еще до этого. Я посмотрел, в принципе, вовлекся, в принципе, нет. Есть у него понимание о рассказе, но здесь-то вообще не то. И это не 321-е. То есть каковая 321-я сибирская, насколько я знаю, бюджет фильма 50 миллионов рублей. Чуешь, где-то мы не туда свернули. У нас, видимо, нет такого количества коммуникабельности и запаса связей, чтобы такую сумму выдержать. Я могу ошибаться, могу ошибаться. Но я как бы был вовлечен в этот съемочный процесс. Съемочный процесс шикарный. То есть мы кайфовали там, понимаешь, мы приезжали, нас там как бы худо-либедно размещали, но всем было похер, всем был кайф вот от этой тусовки, которая творилась, по условию, что если наши фильмы снимаются, то это, ну, где-то там, не знаю, съемочная команда, там человек 5, 6, 7, 8, ну, имеется в виду в раз, да, бывает там на съемках. А тут по 100 человек, 50 массовки этой, 50 массовки того, одеваешься в костюм военного, да, там, либо русского, либо немца, по-разному вас там переодевают. И вот отрабатываете драки, и потом эти драки уже, когда съемка начинается, там экшен, мотор, там просто все взрывается, все в пыли. Ты бежишь, ты бежишь, я как убиваю, почему? Ты думаешь, это просто съемка. А как они воевали-то? То есть, это необычное же для тебя состояние, когда у тебя вот под ногами взрывается взрыв-пакет, плюсом, чтобы вы еще бежали не Аки Ферзи, вот так шли, разгуливали. Там наверху стоят мальчишечки с краской, это как пейнтбол, да? Да-да-да. С пейнтбольными ружьями и шмаляют вам по этим, по касочкам, чтобы вы как бы, ну, укрывались. Укрывались, да. Мальчишечке одному глаз выбило, у него прям, ну, кровище, он что-то защелкал, восторгался взрывами, видимо, потому что там огромный взрыв. И ему бах, ну, у него весь глаз в крови, конечно, затек. Ну, творчество требует жертв, опять-таки, поэтому фильм 321-е до сих пор не вышел. Я, ну, интересовался, где он, почему он, до сих пор его нет. На самом деле, это собирали всем миром, везде же стояли эти, как его, как милостыню, да, закиньте туда, как бы, ну, при всем моем уважении, да, к коллеге, ну, к моему товарищу, я его все равно считаю товарищем, ну, где фильм-то? Продюсера леднейные, да, Александр Михайлович Сапожников, он же тоже, как бы, какие-то копейки туда но закинул. В любом случае... А какие копейки, вот мне учил? Ну, я не знаю, 1100, может, он туда закинул, может, меньше даже. Ну, в пределах сотки он туда заряжал, это я знаю точно. Помимо этой сотки, когда приезжает сюда съемочная команда, он же линейный продюсер был, их надо где-то разместить, их надо накормить. Это все как делается? За счет города? Нет, это там, директор, допустим, знакомый, какого-нибудь хостеса. Брат, размести там, человек 15, по-братски. Ладно, размещу, все равно артист. Куда деваться, сити-менеджер? Ну, он тогда не был, он был... Удакан? Он еще, брать тебя не буду, по-моему, даже еще Удакана не был, он не был еще так, директор Удакана. Накормить там, какая-нибудь столовая, знакомые там, вот, где заптек есть, знакомые, что накормите, ребят? Накормим. То есть, это же тоже все деньги. Бесплатно же все равно никто не будет кормить. Ну, на парах альтруизма, на основе, то есть, они же там, они приедут, не она, два. Никто не спросил Солбона, ну, а где? Не знаю, давай спросим, Солбон, где фильм 321? Я как понимаю, это 5 лет, да? Мы с Александром Михайловичем познакомились в 2017-2018 году, ну, вот, с 17-го года они снимают, да, 5 лет. Аватар, да, то есть, вышел? Пол-аватаринке, они его 10 снимали, тут пятерочка, вот, вот, фильм, авторские права продали Columbia Pictures, пеняли два года назад о том, что мы сейчас не выпускаем его, потому что авторские права ушли туда, ну, странности, да, 321-я сибирская, да, в Голливуде, ну, вопросов много на самом деле, но это, это другая программа, хозоцентр у меня. Скажи, пожалуйста, почему неожиданно в кадре не те коридоры больничные, которые привычен наш глаз видеть, а точка кипения с узнаваемыми шторами? Я, когда первый раз получил заказ, чтобы снять фильм про медицину, вот врач первый был, я думаю, ну, где надо снимать? Надо снимать в больнице, да, правильно? Я зашел в нашу не горбольницу, а в клиническую, я зашел в эти коридоры и ахнул, я, как мы тут будем что-то снимать, здесь хоррор можно снять только, фильм, здесь нет фактуры, здесь вот коридор, там, ну, то есть, это не красиво, это не фактура, поэтому фильм «Красная зона», да, это собирательная картинка. Из того, что было, чему был, как бы, доступ наш, что хоть как-то, как бы, вызывало хотя бы какой-то операторский интерес, все равно эти длинные шторы какую-то фактуру создает, да, конечно, я переживал, что где ты в больнице найдешь зал совещания вот с такими круглыми дизайнерскими лампами, да, которые так или иначе в кадр попадают. Опять-таки, кино, это как в КВН, когда сценку показывают, это же условности, мы не пишем, что там по реальным событиям это все сделано, это наша собирательная картинка из тех локаций, которые есть в доступе. У нас была возможность снять в первой городской больнице, там у них офигенный зал совещания, лектория. Чтобы он был хоть как-то укомплектован, туда надо нагладить человек, я не знаю, 50-60. Мы с Сергеем Анатольевичем с Лукьяновым попытались это сделать, но это довольно-таки сложно. Во-первых, если брать врачей, это надо 50-60 врачей, то есть это часть больницы надо на какую-то часть времени остановить, чтобы они там посидели два часа. Если это гнать массовку, это затраты. То есть сейчас редкий случай, когда массовка приходит и такая за альтуизм мы поснимаемся, два часа посидим, потупим. Нет, сейчас все монетизируются, все начитались книг по ценности своего времени, все насмотрелись на то, что кино у них в Забайкале что-то растет, значит у них и бабки есть получается. А мы-то как бы, ну ты сама понимаешь, как это все происходит, ты там с миру по нитке нащипал, учитывая то, что это же тоже твоя работа, ты должен тоже с этого что-то заработать. У тебя жены, дети, ипотеки свои потребности, а время тратится на это огромное. Но это все как бы не нытье, нехватка на самом деле ресурса, нехватка команды, учитывая то, что моя большая ошибка, как кинодело, у меня нет команды. У меня есть оператор, я сам себе режиссер, сам играю, сам пою, сам билеты продаю. У нас есть артисты, а помимо оператора и артиста, это же еще художник по костюмам, это второй режиссер, это звукарь, штат сотрудников, которым нужно платить. Вот взять во пример у нас Сергей Шемякин есть, он для своей школы, он учится в школе Бондарчука, и им там дают домашнее задание, снять, допустим, какой-нибудь этюд, ну не этюд, какую-то историю. Он сформировал команду, сделал там десятиминутный фильм, на этот фильм он потратил 250 тысяч рублей, учитывая то, что человек не обладает таким достатком, чтобы мог там из кармана вытащить, что давай на 250 сейчас сделаем и как бы покайфуем. Нет, он влез в долги, он сформировал команду, его главной задачей было создать вот этот механизм, чтобы каждый пер за свое, чтобы ты как режиссер реально сидел вот здесь и только думал над тем, как создать тебе картинку, а не над тем, где там этот, блядь, реквизит, почему его до сих пор не привезли, где там эти лампы, почему у нас еще нам не дали локацию, нас не пустили, где этот человек с ключами, то есть вот эти организационные моменты от творчества, разумеется, они очень жестко отвлекают, и это, разумеется, может быть, из-за этого я или нет. Я хочу посмотреть, что итог работы этого серега. Итог работы какой? Я говорю, Серега, ну это же неправильно, мы стараемся на этом зарабатывать, а ты в это дело как бы вкидешь. я хочу понять, качество продукта, сделанного им, от того, что он занялся везде, вкинулся и сидел, думал с умным видом, что он режиссер, а у него была команда с хлопушкой, там носик попудрить, свет поставить и все прочее, качество продукта от этого выиграло? То есть там что, сногсшибательная история или может быть великий режиссерский замысел? Я уверена, нет. Как я ему сказал? Ты бы сразу сказал мне, там все хорошо, а вот если ты задумался, значит, там нужно все поделить на двое и вот эти понты просто умножить на ноль. Вот это мое личное мнение и я старая рысь, у меня есть опыт жизненный. Как сказал Сергей после премьеры этого фильма? Я говорю, Серега, на 250 тысяч этот фильм, он не выглядит. Ты просто раздул штат очень сильно. и очень многие вещи, которые, то есть они там в реквизит тысяч 50 только вкинули, у них там горел дом, они там создавали макет дома, переднюю стенку, вывозили его в поле, поджигали, в итоге 50 тысяч сгорело, даже кадры эти там секунда вошла, потому что они подожгли этот дом, облили, ветер дул в другую сторону и получается дом-то, вот он стоит, и вот у него угол дома горит, и вон туда огонь, получается, не в дом. Ну это опять-таки школа Бондарчука и вот эти претензии на индивидуальность, что должно соответствовать классике, да? Я не люблю Бондарчука, на самом деле, я тебе больше скажу, Тумаев, режиссер, это вот «Белый ягель», еще там вот много у него фильмов «Солдаты», он мне почему близок, потому что он как раз вот про нас. Он рассказывал мне такую ситуацию, когда у них был ограничен бюджет фильма про войну, и нужно было показать дезертира. И он как режиссер очень долго думал, как он должен выглядеть, дезертир, какой должен быть костюм. Дал задачу художнику по костюму. И художник по костюму припер какую-то шубу драную, одели на форму, значит, и этот дезертир идет. Тумаев в кадр посмотрел и сказал, ни в коем случае, это что-то вообще пошлое, этого нельзя брать. И знаешь, что он придумал? Как должен выглядеть дезертир? Как? Он на красноармейскую шинель сверху надел форму эсэсовца. На нем было две формы. И это просмотрелось настолько пронзительно. Это вот про то, как режиссер должен выходить с теми ресурсами и имеющимися реквизитами на свете. А можно, понимаешь, и 50 миллионов просто взорвать и не иметь сюжета, истории и пронзительной какой-то вот, не знаю. Надо не забывать, что мы все-таки снимаем региональное кино. Что такое региональное кино? Люблю эту фразу повторять. Это когда денег нет, а снять очень хочется. Бюджет фильма на колесах полнометражного фильма 50 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, 100. Просто у меня было 100 тысяч рублей. На полтинник мы сняли фильм реквизитом, то, другое. И на полтинник мы разбили квадрокоптер. Все. Вот она, соточка. Но снять фильм на самом деле можно и бесплатно, да. Вот «Дети 90-х», сериал по два ляма просмотров снят без копейки вообще туда денег инвестированных. Отклик есть. Туда ничего не вложил, ты получил какое-то такое среднее качество, даже чуть ниже среднего, да. Но какой-то свой зритель такой непредвзятый, он сказал, да, это кайфово. Хотя я, вот мы разговаривали про то, что люди узнают там и здесь. Я, допустим, не до конца понимаю ребят, которые такие, да, то есть реально люди подходят, мы плакали, мы кайфовали, мы прям, вот я приехал к ребятам, вот недавно в Стамбуле жил месяц, они говорят, что делаешь? Я говорю, кино снимаю, что хорошее снял? Я говорю, вот снял врач, вот посмотрите врача. А они посмотрели, говорят, какое говно, ты что, кого ты, эти актеры, переигрыши, это все. Я говорю, идите в жопу, я что-то так обиделся, уснул, он меня, друг, будит с 4 утра. Он говорит, я посмотрел сериал, я посмотрел полнометражку, вот это кино, вот это да. И для меня до сих пор очень глубокий парадокс, почему фильм, который мы делали вообще без царя в голове, без какого-либо понимания о кинопроизводстве, он зашел зрителю. У меня есть один-единственный ответ. Этим ответом я пользуюсь и в данный момент, снимая это интервью, и любой другой контент, который мы делаем, мы делали это с кайфом. Мы прямо туда, видимо, закладывали какую-то свою энергетику, вот как Балабанов, он же любит снимать, любил на пленке, на пленку. Почему на пленку? Потому что эта пленка сделана из кожи коров, из живого существа. И у него в рассуждениях было такое, что это же энергетика, хоть там мертвого животного, но в ней заложена какая-то энергетика, и она тоже как-то передается. Ну, это свои его какие-то причуды, но у них, может быть, мысль-то какая-то правильная есть именно про дети 90-х, если говорить. Если мы туда закладывали кайф, то есть сейчас все, что мы делаем, контент, мы делаем, разумеется, во имя какой-то, какого-то своей творческой реализации, ну и, разумеется, во имя заработка. Дети 90-х, мы даже не думали ни о каком заработке. Я всегда боялся, что вот этот кайф от этого кинопроизводства потеряется ровным счетом тогда, когда появится бабло. Так и получилось. На полный метр нам ребята выделили 860 тысяч рублей. Просто молодые ребятишечки, предприниматели, то есть они сейчас тебе скажу, в 19, может быть, 18 лет открыли на рынке центральном игровые автоматы, вот, и они им кассу приносили, то есть молодые ребята, касса есть, деньги куда-то надо инвестировать, учитывая то, что это как бы не дураки, они не пошли там, их не прогуляли, как бы, куда-то надо вкладывать. Тут появляется Михаил, да, мой бывший подельник по киноремеслу, он говорит, вкидываем ребята в дети 90-х, сейчас как бы стрельнем, эти бабки отдадим, проценты отдадим, и как бы будет всем по кайфу. Кино-то сняли, деньги даже упали, но только упали насчет человеку, который не имеет никакой финансовой грамотности и не имеет никакой готовности к получению больших денег, то есть деньги, помимо того, что надо уметь заработать, с ними нужно еще и совладать. На моем жизненном примере я встречал двух людей, которым падали колоссально, ну как колоссальные, они больше полтинника, 20, допустим, 30 тысяч в руках не держали, и тут ему на-ка нахуй полтора миллиона. Человек ничего не купил, человек никуда не съездил, человек официантком в кабаках по десятке на-ка, человек, женщина ему шел на-хуй, меня на-хуй отправила, телефон, айфон новый, в стенку, завтра утром в ДНС, новый телефон, вечером опять в кабак, опять эта же женщина, шел на-хуй, на его опять в стенку, и вот ушел туда, грубо говоря, вот весь бюджет на куражи. Ну ладно, хотя бы осталась память, понимаешь, хотя бы что-то по Ютубу гуляет, люди подходят, узнают, тем более ключевой наш зритель, на тот момент он был там... Маленький, Малюсенький. А сейчас подходят такие тети, они говорят, а мы вас любим. Я говорю, а мне так приятно от того, что вы уже тети, а не какие-то маленькие пищечки, которые бегали и вот так на за руки трясли, а это же вы, это же вы, это же вы. То есть это сейчас не про понты история, это вот повторюсь, я не кайфовал именно от Дети Девятых, то есть каждую серию, которую мы делали, ты в голове, когда как сценарист, ты ее вот так вот, она у тебя вот такая вот история, да, то есть вот так она должна выглядеть. А когда у тебя нет представления ни об одном из инструментов, операторских, режиссерских и сценарных, у тебя получается какая-то другая фигня. И каждая серия, которая выходила, ты такой, да что за шляпа-то, ебарасы-то, ну не так, не так я это хотел, мы хотели. Но когда вышел полный метр, вот я очень боялся, каждая серия получалась не так, как мы хотели, то тут мы снимаем полный метр, в который люди инвестировали деньги, причем это ребята не такие, которые деньги нам дали, это не такие, которых можно было сказать, идти нахер, да, это во-первых, ад, друзья, во-вторых, это как бы люди, которые эти деньги могут с легкостью догнать с кого угодно. Поэтому переживания были на этот счет. И когда мы слепили полнометражку, когда мы полностью от А до Я посмотрели, я такой, слушай, ну не так уж-то и хреново получилось. И когда мы ее запустили, и вот грубо говоря, полнометражка, это вот был первый, наверное, этап моей жизни, который весь наш негатив, хайп в нашу сторону, он смыл. То есть ко мне перестали люди подходить и говорить, что за херни вы наснимали. Они ко мне подходят, такие, это же ты в детях 90-х, да? Я такой, блин, думаю, сейчас опять начнется. В натуре вот это вы сделали, вот это о жизни, вот это да, мы прониклись. Думаю, слава богу, и шала. У меня сюда приехал друг, он говорит, надо фильм про Байкал снять, снимешь. Меня шеф специально отправил к тебе, он посмотрел, дети 90-х, он говорит, ну если как бы эти смогли что-то сделать, то и мы сейчас будем делать. Там начальник у нас был, Тимур Салатович, крутой мужик, заработал кучу денег и чем-то надо заниматься. Решил снимать кино, отправил Сереженьку сюда, мы Сереженька сняли фильм про Байкал, тоже на Запкино, кстати, есть кайфовый, такой 10-минутный картиночка, я так люблю иногда, портвенечка плеснуть, сеть попивать, его смотреть, красиво. Но, говорит, есть одно условие, я говорю, какое ему сладкое еще условие, может быть, я и так, ну как бы счастлив, я еду по Байкалу с новой техникой, с квадрокоптером, GoPro, Sony Alpha, прем-орем, отлично. Он говорит, есть одно условие, этот фильм нужно ехать и монтировать на Филиппинах. Я говорю, условия, за такое условие мой зайчик некоторые в попу дают, а тут ты мне его просто вот так вот, вот, принеси, подай, вот, даешь на блюдечке. Конечно, погнали. Ну и все, то есть, моя, грубо говоря, деятельность притащила меня тут в место, где не нужно было ходить и воровать продукты. Шеф у нас очень дружелюбный человек, мы каждый день по кабакам, доходило даже, знаешь, до каких, ну, забавных случаев, то есть, нам нужно ехать на съемку. Я говорю, Тимур Салатович, нам надо ехать, снимать, причем, что такое город Манила, в котором мы жили, мегаполис, где проехать расстояние в 40 километров, тебе требуется часа два с половиной, потому что пробки 24 часа. Я говорю, нам надо ехать на локацию, ибо ехать 5 часов. Он говорит, а что, в кабак не пойдете? Я говорю, шеф, ну, какой кабак-то, что на нам ехать? Ну, ладно, мой сладенький, езжайте. Мы съездили на съемки, вернулись, и потом неделю в юмористической форме, в саркастическом своем стиле он меня дрочил за то, что я, не выпил с человеком. Ну, то есть, как бы звучит-то, как бы кайфово, в плане, вот тебе все дает, денег платят, у меня проводины, то есть, все, я улетаю. Мы едем в клуб. Там, в столице, ну, в столице Филиппин, там люди с европеоидной вот такой рожей, да, со светленькой, они, ну, как бы котируются, там все, как бы азиаты, и тут заходит европейский мальчишечка, ну, на мой взгляд, как бы симпатичный, да, на взгляд моей мамы вообще пушка, блядь. Мы видим кучу женщин, я просто к ним подхожу, то есть, ну, языковой барьер, разумеется, присутствует, открываю на телефоне заметки, пишу, я говорю, секс, вопрос. Она говорит, ну, пробуем, там, 2000 песо, 2000 песо, это, как бы, 2000 рублей за двоих. Да вы что, как так? Мы забираем оптом целую кучу женщин, куда везти? Как бы домой не повезешь, там шеф. Во-первых, пиздячек даст, что с бабами, во-вторых, пиздячек даст, что мы его с собой не взяли. Он в этом очень обижается. Куда? Ну, давай в офис, привозим в офис, чтобы ты понимала, сколько раз в этом офисе был шеф. Он первый раз, три месяца назад, меня привел в пустое помещение. Он говорит, вот офис, надо оборудовать под киностудию, здесь себе сделайте зальчик, здесь что поставите. И второй раз он был, когда, собственно, вакханалия отворилось, он заходит, тут как бы... Киностудия, локация. Шалман. Он говорит, а что здесь происходит, Максим? Я говорю, Тимур Салович, ну, у нас кастинг, понимаете, как бы, актрис, пробы, вы как бы, в самый момент кинопроизводства, как бы, вот, мне стало дико стыдно, но... Махнул рукой, ушел. Ну, после этого, мы нормально общаемся, общались, вот, до какого-то периода времени. Вот, ну, вот, две грани жизни, да, голодали, и тут, грубо говоря, ну, пировали, жиры бесились, да. Но наснимали говнище полнейшее. Самый говняный мой фильм, который я снимал, он оказался самым дорогим, потому что всю вот эту прикрутку, которая там была, а это не были там, а сценаристы, то есть, когда я ехал, мне говорят, кинокомпания. Я думаю, вааа, я, я сейчас там нахватаюсь опыта, научусь чему-нибудь, я приезжаю, а история простая. Ты приехал для того, чтобы научить? Ну, хотя бы что-то рассказать, да. История простая, как бы шеф, этом, всю эту историю мне рассказывал его зам. Занимался обналом денег, работал с китайцами, там, шестой в цепочке замыкающей. Деньги туда-сюда гоняли, что-то хуякс, кассовый провал. Давайте-ка сделаем ревизию. Делаем ревизию. Опа, 40 лямов не досчитались. Причем, не досчитались вот именно на этапе шефа, где все зам его рассказывает. Он, слава богу, человек пьющий, да, и как бы все эти истории у нас были всегда на слуху. Он говорит, мы сидим в номере гуляем, там двухэтажный номер, где-то в Китае. Я открываю дверь, стоит якудза, три, вот эти все. Где шеф? Пока я его пытаюсь заговорить, шеф это как бы слышит, он там наверху с бабами, по винтовой лестнице, вью, паспорта меняет, дроповые все офисы закрывает, всех своих дроповодов забирает, у него как бы по России были организации, и как бы по Китаю. Всех закрывает, паспорта себе меняет, бабки забирает, и у него будет на Филиппины. Сидим, кайфуем, 40 лямов есть, надо что-то делать. Что делать? Сидим, YouTube смотрим, опа, дети 90-х, опа, так это что, можно же такое самим снимать. Давай, Сереженька, этого дергай сюда, и поперли. Ну вот и поперли, ну и наперли. Любила ли? И как ты все-таки понял, что случилось? Любила, конечно, очень сильно. Это, ну, сложно, такие вещи не видеть. Да. Что случилось? Я, как считаю, мы вот, когда начинаем отношения между мальчиком и девочкой, мы же, у нас же нет инструкции, кто, как, с кем должен себя вести. Вот я порой в школах, в которых выступаю, я пропагандирую, какую тему. Нам порой вот эта вещь, домострой, нужно уже в школах водить, как мальчик с девочкой, как девочка с мальчиком. У нас есть единственный пример, это наши родители. Но наши родители тоже с огромным количеством проблем, понимаете, эти все свои жизненные неурядицы проходили. Только за счет того, статистика бракоразводных процессов, 80% за 2022 год, за 2021-70 год. Иисупов и тебя убил. Поэтому любовь была... Что произошло? Конфликты. Вот они напалмом сжигают все чувства. То есть, чем я любил свою жену, это то, что у нее есть уникальная особенность быстро выходить из конфликтов. Вот мы поругались, через 20 минут мы уже спокойно общаемся. Хоть там у нас были ругань, не просто ругань, у нас были драки. То есть, я не знаю, там, Майвейзер с Пакияо так не дрались, как мы с женой выскакивали. Я говорю, слушай, ну раз такие у нас с тобой конфликты, давай хотя бы стримить, понимаешь, там, будут нам по 50 долларов закинуть, чтобы ты меня там сковородкой ударила. Хотя бы какую-то пользу из этого вытаскивать-то надо. Но... А ей прилетало? Конечно? Не, конечно прилетало, но это не так было, что типа, на-ка, моя сладкая в бороденочку. Нет, то есть, как бы это чисто за волосы, туда, как бы, ну, к полу утихомирить это все дело. Вот для тех, кто смотрит, да, вот единственный, самый хороший лайфхак в любом конфликте, это вот все психологи советуют разойтись. Не надо выяснять отношения, не надо грызться, доказывать, как вот Брайан Тресси говорит, ты что хочешь быть? Правым или счастливым? И вот здесь хотели быть правыми все. Быть счастливыми получилось не очень долго. Ты тоже любил ее? Конечно, мне, во-первых, это нравится, вот это чувство, ну, влюбленность, это же как бы эйфоретик. То есть, в своей жизни, у меня есть такая особенность, я очень влюбчивый был. Сейчас я понимаю, что это отлукавало, все эти вещи. То есть, я как бы прошел, что, семейные отношения прошел, у меня есть ребенок. Сейчас влюбляться во что-то, в кого-то я не хочу. То есть, допустим, все равно я не одинок, да, то есть, я как бы, у меня есть женщина. Но мы с ней на берегу договорились, никаких влюбляностей, хоть это все и утопия, да, что вот такие договоренности, типа, кто-то соблюдает. Если ты начинаешь стараться для человека, а я очень люблю ухаживать за женщинами, я сам от этого, я не люблю подарки себе, я люблю наоборот дарить подарки. Ты за счет этого, как мужчина, сам удовлетворяешься, когда ты можешь своей женщине что-то дать. И за счет того, что я всегда очень романтично подходил к отношениям, всегда это какие-то ништяки, это, если по первости, это какие-то лимузины, это какие-то ужины на крыше, это какая-то романтическая вот эта вот пидерсия, то сейчас это уже, конечно, просто какие-то подгоны. То есть я недавно демотеатр видел, женщинам охота, чтобы их кормили и трахали, которые хапанули, вот слой людей образовался, разведенок, то есть все устали от этих качелей эмоциональных, всем охота спокойствия и удовлетворения своих каких-то, ну, низменных потребностей. Поесть, понежиться, все равно, как классик сказал, человеку нужен человек, как ни крути, учитывая то, что у меня нет такой функции в организме, как бы кого бы, да и побольше. Это, во-первых, очень сильно отвлекает от основной деятельности, это затрата времени и, разумеется, затрата здоровья, это же тебе бухануть надо, правильно, то есть ты же на трезвую не придешь с человеком, как бы, давай переспим, но нет, конечно, то есть это вам нужно как бы хотя бы попить, а если вы попьете, то в 33 годик это, разумеется, похмелье, это уже отражается на твоей работе, а в первую очередь у меня сейчас в башке это реализация своей деятельности, в каком направлении, не знаю, то есть помимо творчества же есть еще и другая основная работа, и как бы пыжишься и тут и там, женщины, с которой вот мы сейчас, я не знаю как, мы называем это, знаешь, как друзья, которые спят, то есть комфортно, по идее, удобно, как бы это ужасно не звучало, тоже по идее, но зато, если у вас есть какое-то понимание в самом начале, как это вообще у вас выглядит, вот это все, к чему это ведет, то я надеюсь, как бы в период, когда рано или поздно же все равно люди расстаются, правильно, то есть кто-то кому-то присещается, что-то ничто не вечно, да, как и наша спецоперация, я надеюсь, все к чему-то когда-то рано или поздно кончается, и как правило, это все болезненное, и когда ты человеку, которому вот недавно дарил любовь, тепло и какую-то свою душоночку, и тут ты смотришь, как человек мучается, страдает, и уже просто идет какая-то интоксикация отношений, из-за того, что вы то ли присытились, то ли заебали друг друга, то ли что-то поменялось в вас. Ты долго отходил от развода? Я пил 6 месяцев, беспробудно, но опять-таки, это не как бы так, что я упал на диван, рюмку закинул и лежу, нет, не так, я просыпаюсь, у меня загруженный съемочный день, я просыпаюсь в 7 утра, я долго не сплю, я не сплю, потому что меня трясти начинает, из-за того, что какой-то нервоз у тебя, понимаешь, навредил ли я своему ребенку? Когда мы разводились, ей было 6 месяцев. Высшая школа экономики меня научила анализу, я проанализировал, как бы это вот сейчас пафосно не звучало, 5 лет нашей жизни. Мы, как кошка-собака, сремся. Я говорю, я как мужчина себя не уважаю, когда я поднимаю на тебя голос, а когда мы деремся, еще и как бы рукоприкладствование, то есть какое-то идет. мне стремно самому от себя, но я не могу по-другому, потому что ты вызываешь у меня вот такие какие-то провокационные действия. У меня ни разу не было такое, чтобы я с женщиной ругался, учитывая то, что в плане женщин я был очень активен, да, в период жизни. Никогда у меня не было такого опыта, чтобы мы просто матом друг на друга. И если вот такая канитель была 5 лет, аналитика говорит о том, что следующие 5 лет скорее всего будут точно такими же. И я не хочу, чтобы мой ребеночек смотрел, как мама, папа, маму там матом кроет. Фу! Это будет неуважение к своему ребенку показывать такой отвратительный пример. А не показывать его не получается. Как бы мы ни старались, мы прошли трех психологов, мы ходили в датсаны, мы ходили к бурятам, бабкам, вангам и прорицательницам прочим. Мы только на битву экстрасенсов не обращались, потому что не дозвонились. Поэтому этот весь беспредел нужно прекращать. И если мой ребенок сейчас в 6 лет нихера не понимает, что там мама с папой на соседней комнатке вытворяют, то уже через год она уже будет это все одуплять. А заднюю сдавать никто не хочет. Никто не хочет быть счастливым. Все хотят быть правыми. Поэтому мы сели за столик, я говорю, слушай, ну ты же видишь, мы пытались. Мы как бы все это, мы не просто как бы сдались, мы прошли целую кучу специалистов. Кто нам только не помогал. Ну не вывозим мы этого движника. Давай на дистанции. Просто чем меньше мы с друг другом соприкасаемся, тем меньше у нас конфликтов. Если у нас сейчас какие-то конфликты и идут, а они, разумеется, время от времени идут, то только вот в WhatsApp, когда мы друг друга видим, чтобы ребеночек наш вот этой конители всей не видел. Мне кажется, хоть это было и болезненное решение, очень сильно болезненное, развод, вообще в принципе развод, это один из сильнейших стрессов в организме человека, сравнимым с потерей близкого. Как бы я не был рад первые минуты жизни, что я наконец-то вышел из этого абьюзерства, от этой созависимости, от этих всех вот просто разногласий. Все равно внутренняя конитель изнутри какая-то тебя каждое утро в 7 утра тебя начинает наполнять каким-то, какой-то тревогой. И ты не можешь с ней совладать, но она, вот ты жил, не было ее. Вот сейчас хуякса и эта тревога начинает. Единственный способ, хопа, ну, я нашел второй способ, которым сейчас, слава богу, действует, это вот спорт. Ничего кроме спорта не вытаскивает тебя из каких-то вот таких психологических ям. Но тогда мне было не до спорта, мне как бы, я был в таком упадке. Я утром просто, я еще как очень здорово переехал, я же переехал, оставил квартиру, все это, на, мое сладкое, живи, мой ребенок должен где-то жить. Главное, чтобы тебе не было желания куда-то переться, создавать свою семью, потому что болезненный момент, за который мы ругаемся, никогда мой ребенок не будет жить с другим мужчиной. Это вещь, которую я людям говорю, они на меня смотрят и говорят, да ты долбоеб. Я говорю, я знаю, но это мои установки, это мой ребеночек, это моя доченька, я очень ревностно к этому отношусь, я ее рожал, я ее первый человек, я не был как бы на этих родах, где там, а-а-а-а, вот она головешечка, давай перерезай, нет, я сидел там в комнатке, в Call of Duty играл, мне как бы принесли, но, тем не менее, вот этот процесс, как бы первые 30 минут с ребенком, вот эта невербалка, она на меня зашла, плюс дочь всегда хотела, и никогда никакой мужчина не будет жить с моим ребенком. У нее хорошая квартира, у нее довольно-таки, ну, счастливая, хорошая жизнь, она занимается своим бизнесом, ты можешь встречаться с любым мужчиной, с каким хочешь, можете делать что угодно, как угодно, но к моему ребеночку ни один мужчина не подойдет никогда, не просто... Как ты это сможешь делать? Я не знаю. Мне один раз, один человек дал хороший совет, умей импровизировать, вот я импровизирую. Есть какая-то установка своя целевая, я не знаю, возможно, она со временем подугаснет, возможно, она найдет какого-то человека, который мне придет, и в душу попадет, скажет, да я как бы кайфовый, потому что есть у меня примеры ребят, да, у которых отчимы, да, но, знаешь, у нас была такая история, вот о ней, мне кажется, стоит рассказать, у нас в коллективе, так скажем, зачесался парнишечка один, хороший, лапочка такой, отзывчивый, с виду лопатулечка, две дочки у него, сошелся с девочкой, у нее от первого брака двое парней, живут душа в душу, у него в сторизах каждый день по сексилеон этих сторизов, как я тебя люблю, какая ты моя сладкая, ну то есть, о чем это всегда говорит, если есть, вот трусливый человек, он же больше кичится, да, он маскирует свое нутро, и здесь вот это вот, переизбыток, вот этой любятины, проявил себя в чем, весь период, пока они жили, он ее ебастал, ладно, черт с ним, ебастал ее, он ебастал и детей, понимаешь, до такой степени сильно, что ему сейчас дали 14 лет, и как я могу после таких историй, просто себя настроить на такой момент, вот он человек со мной ходил, он был у нас на мероприятиях, на всех, он был у нас в съемках, он как бы, мы его другом считали, когда он попал в эту тему, я поверить не мог, я до него начал тянуться уже в тюрьме, он так и не вышел со мной на связь, хотя как бы все, мы там заходили, чтобы с ним, нет, он до сих пор не вышел, потому что мне хотелось услышать его историю, почему так-то произошло, неужели это не поклеп, неужели это реально такое, Леша, было, еб твою мать, поэтому условия у нее все для этого есть, живи, радуйся, встречайся, но не сожительствуй, ну ты же уже поняла, что это бред, ты же уже поняла, что ты как человек очень тяжелый, что тебя такую, моя сладкая, как бы, не сколько терпеть, сколько уживаться, она тоже скорпион, я скорпион, понимаешь, и это как бы, я в эти гороскопы не верил, блин, сучка, это отражается, это на самом деле так, вы не можете, как бы, вы разговариваете об одном, но на разных языках, ни к чему вы не приходите, вы можете только рефлексировать, выдавать какие-то эмоции, которые, ну, они, а, конструктивны, б, они привели к распаду семьи, как бы это печально не было, поэтому первые полгода, пока вот эта тема у меня проходила, пока я, то есть я не переживал из-за того, что, ааа, какую бабу потерял, еб, твою душу, нет, я просто переживал, не навредил ли я таким маневрам своему ребенку, вот эта, ну, неопределенность будущего, она пугала, пугала, и это вызывало какой-то, ну, дикий, там, страх, этот страх ты заглушал коньячком, учитывая то, что когда я переехал, да, от нее, приехал обратно в родительский дом, у меня там такая, у меня ждал приятнейший бонус, у меня комнатка там, и маменька от папеньки на протяжении, наверное, года прятала спиртосодержащие напитки в огромном ассортименте, ему же постоянно дарят, там, где-то сам берет, где-то еще что-то, и она их тырила где? В место, где он никогда никуда не заходит, это в мою комнатку, я домой приезжаю, шкаф открываю, ёптва, раз это, ни один, я не знаю, кабак 4 не похвастается таким разносолом, я такой, это все минет, ай, как здорово, и, конечно же, вот оно, утром просыпаешься, рюмку бахнул, нервяк прошел, на съемки полетел, что-то поснимал, чувствуешь, вот оно подходит, вот оно уже, ну, тебя рвет на части из ниоткуда, мозг сам выделяет этот фермент, вторая рюмка, а где вторая рюмка, там, разумеется, все вы досняли, дальше как бы вжух, потом капельница, на капельнице лежишь, ну, слава богу, не в детоксе, да, есть как бы такие более простые способы, отлежался, выходишь, такой, слушай, полегчало, пойдем-ка виноводочный, пойдем-ка виноводочный, мой сладкий, виноводочный бутылку, все, сел за монтаж, сидишь, монтируешь, вот, разумеется, и это на качестве работы отражалось, то есть, ну, как бы, с бухты барахты, как мы раньше там снимали фильмы, так можно делать, но тебе теперь за это деньги платят, вот, как бы, продукты, которые мы производили за последние там полгода, да, то есть, как ты уже успела занетить, тот же фильм «Красная зона», это как раз период моего, вот этого постразводнического синдрома, это как раз повлияло на качество, то есть, вместо того, чтобы посидеть заранее, вот как сейчас, да, я сижу там, вот мы ребятам крайне, что делали там рекламку, я каждый кадр выписал, каждый кадр где-то стырил, подготовился, приехал, сделал, но, тогда это было как, да дай бог, а, слава богу, все сценарии у меня были написаны, надо было просто снимать, а что, ну, приехали, ну, давай, поснимаем, повертим камерой влево-вправо, туда-сюда, как бы, сделаем нормально, ну, посмотрели на картинки, ну, да, нормально, но, как ты уже успела заметить, этого не хватило, этого недостаточно, чтобы, как бы, это было качественно, а я же тоже, ну, как бы, адекватно оцениваю наши работы, я тоже посмотрел красную зону, но это фильм, знаешь, как бы, чисто вот так вот, плеснуть негатив, негативчика, а вот этот, ну, как бы, перчика, перчика, да, какой-то градус закинуть в общество, ну, для этого, как бы, этого хватило, но если там углубляться, да, смотреть, как бы, правильно ли мы разобрали персонажи, правильно ли мы построились, конечно же, нет, конечно же, мы не доработали, мы не доработали процентов, не знаю, 60-70, хоть и фильм людям понравился, да, хоть и он резонансно зашел, мы сидим, там, на премьере, на первом ряду с Петриным, Темой мы вели мероприятие, сзади сидят Минздрав, главврачи и прочее, и тут фильм провокационный, про то, как там вот это все выглядит некрасиво, в министерстве, Осипов сидит, Михалыч сидит, понимаешь, от Михалыча после этого, как бы, там вообще на меня разозлился, дал пиздячек как бы директору кинотеатра, он говорит, ты какую хуйню пускаешь, ты что, посмотреть не мог или что, что ты выпускаешь или что, я к Осипову подхожу на кинофестиваль, говорю, Александр Михалыч, я как бы, ну знаю, что вы-то как бы так, ну, подрассерчали, да, на это дело, но целей зазанозить не было, то есть цель была просто обратить на нас внимание, мы тут 10 лет пыжимся с этим региональным кинематографом, а госзаказов никаких, у нас до сих пор не было, мы сняли два ролика по 25 тысяч, ну, как бы и все, какие-то, блин, приезжает иногородний, дайте нам четверку, нате. А кому нате? А женщина была, они снимали какой-то фильм про Невского, не Невского какого-то, да, Яковлев, да, то есть про какого-то персонажа, а ты знаешь, что никаких денег она не получила? Она не получила? Нет, и она очень долго догоняла директора фонда развития Забайкальского края, о том, что ей не были выплачены эти деньги, потом умерла. Потом умерла, да. И непонятно многое, но это, говорю, другая программа. Деньги-то списаны, я так понимаю, да? Тема такая, очень щепетильная, она в разработке. Я после этого понял, что все вот эти провокационные фильмы, они мне невыгодны. Был же еще один, я правильно понимаю, в прокуратуре? Он не провокационный. Не провокационный? Он такой, знаешь, хотя мне подошла жена прокурора, это был мой абсер года. Я подхожу к полковнику прокуратуры, мы на клубе черного юмора выпивали. Я говорю, Евгений Леонидович, давай что-нибудь сними вам. Он говорит, ну давай, только вот у нас 12 января прокуратура отмечает 300-летие, всероссийское. Сегодня 25 декабря. Сможешь что-нибудь снять? Я говорю, мы такие вещи делаем, ну месяц, ну два. Тут две недели, учитывая то, что январские праздники, это, извини меня, тоже как бы, ну очень сильно тормозит. Я говорю, ну сложно. Он говорит, тогда нахер не надо. Я говорю, не-не-не-не, давай, давай, давай. Сколько заплатил прокуратура? Сотку. Тогда на сутку ты отработал нормально все. Ну, можно было лучше. Ну, смотри как. Мы, он говорит, не подведешь, я говорю, Евгений Леонидович, я в этой жизни еще никого не подвел и не хотелось бы начинать с прокуратуры. В итоге, 300-летие прокуратуры, там дом офицеров, все при смокингах, там такой ажиотаж, Ярилов, Сапожников, Осипов, все там, показывают наш фильм и выходит прокурор один. Говорит, что за хуйню вы сняли? Ну, что это за такое вообще? То есть, ну, на них сыграло не качество съемки, не качество актеров, а именно достоверность истории. Не бывает такое, у нас по сюжету главный герой, прокурор, посыл был какой, что, как бы, человек жертвует своими личными интересами, семьей, детьми, там, прочее, во имя выполнения своего долга, да. И чем не зашло, это то, что не может один прокурор и административные дела расследовать, и уголовные, еще и в суде. То есть, как бы, в момент достоверности. А у тебя не было времени, да, разобраться, ну, вот в этой всей... У меня было техзадание, мне нужно было отразить три кита, на которых стоит прокуратура. Когда я показал этот фильм Евгению Леонидовичу, который мне это техзадание выдал, он говорит, обалденно. Я говорю, мне тоже нравится. Мне тоже, я как бы, смотрю, мне нравится. Я говорю, слушай, если премию дадут, пропьем. Пилим. Просто прогуляем. Он говорит, вообще с радостью. В итоге, и ему прилетело, понимаешь, и мне прилетело. Плюс начали наши местные ребята, которые с нами вот в цепочке были, выкидывать какие-то видеообзоры. такие, то есть, гнилые ходы, как я это для себя распознаю. То есть, человек с тобой работал, он с тобой в прикол, он в союзе кинематографистов. Ну, если как ты... Сейчас говорим про кого? Про Пашу Шиповалова. Какая кошка пробежала между нами? Никакая. То есть, он до этого у нас во «Враче третьем», у него, он в титрах, он делал аэросъемку, я ему заплатил за это. Он у нас на первом заседании союза был в команде. Как бы, все нормально, общаемся. И тут он выкидывает у меня там под постом под ютубовским, выкидывает обсер фильма, причем такой, как бы, личностный, понимаешь, как будто в нем какая-то гниль сидела, всю эту движуху. И тут просто я где-то в моменте спотыкнулся, да, где-то не до конца хорошо сделал, ну, как не до конца, нехорошо сделал. И из него полезло. Я говорю, Паша, Байкальского края, когда ты на расстоянии. Хорошо, как ты говоришь, это критика. Критика, это когда ты человека в стороночку отвел, если ты хочешь ему во благо это сделать. Сказал, Максон, вот здесь вот так, не так, не так, не так. А то, что вы делаете через эти соцсети, это не только же он там, еще один парнишка выебнулся, да. Это кто? Я даже не знаю, как его зовут, если честно, какой-то там что-то пытался в нас как бы тут двигаться, мы его подтянули, и он тут тоже опять выдал вот такую канитель. Ну нахера вы это делать? Это называется интриганство, чистой воды. Если хочешь человеку помочь, отвел в стороночку, объяснил, что не так, что бы лучше. Он говорит, критика в пользу. Я говорю, не надо путать критику с засером, это разные вещи. У критики есть конструктив, а у засера есть что-то личное, что ты выплескиваешь на человека. И это уже из-за меня вообще, как минимум, не по-дружески, неуважительно, как коллега коллеги, ты бьешь себя в грудь, говоришь, что ты там что-то снял, что было показано на Каннском кинофестивале. Да, действительно, у них был фильм, называется, это Денис Тереничев его снимал, режиссер, сценарист, и он же как оператор очень хороший. Есть такой фильм, Сын называется, вот, мне очень он понравился, его показывали, да, действительно, на Каннском кинофестивале, и вот он бьет себя в грудь, мой фильм показывали. Он, во-первых, с хуя твой, ты там всего лишь оператор, во-вторых, как оператор, там ты не сделал ничего глобального. Это раз, во-вторых, тебя курировал гораздо лучший оператор, потому что Тереничев, это, ну, он как бы сам снимал своими ручками. Он тебя выстраивал, ты сделал, все. Че понтоваться, че кичиться, ну, то есть, блядь, не знаю, я жду его сюда, на самом деле, если он сюда вернется, он, причем, вот, еще не Дудя, мне чем не понравилось, вообще, в принципе, интервью с ним не понравилось, скучное, неинтересное, пытался позерствовать, бред, неестественно, мне не понравилось, когда обсирают, наш Забайкальский край, когда ты живешь в родном городе, и начинаешь, да, как тут нахуй жить, да, живи, епу-мать, бери, да, делай, вот, маленький свой социум, бери, делай лучше, что-то твори, занимайся с детьми, занимайся благотворилкой, занимайся, не знаю, собой, долбоебом, занимайся, чтобы ты людей просто, как бы, не выводил хотя бы, вот, ну, такие, понимаешь, эмоции, короче, это такая, ну, похода, он сделал видеообзор на этого прокурора, про прокурора, сделал этот видеообзор, я его не смотрел, но мне было лестно, что наше творчество заставляет, мотивирует, таких вот, как Паша Шиповалов, да, великих киноделов, разумеется, в кавычках, людей, которые, ну, на самом деле, чтобы вот так вот благородно выражать свое мнение свысока, ты для этого должен, как минимум, чем-то быть известен, хотя бы, не просто оператором в фильме, который за тебя человек придумал, смонтировал и снял, а хотя бы, чтобы за тобой что-то было, вот так вот, рассуждать о других свысока, ты не имеешь абсолютно никакого морального права, этического, как минимум, ты, конечно, не имеешь на него права, но морального ты не имеешь, и, ну, то есть, такие люди в глазах, это, знаешь, как можно грязью в человека кинуть, грязь-то, может, и не долетит, да, как в нашем случае, она вообще не долетела, но руки-то у тебя в говне останутся, ты будешь с ними такой, как абсерд, ходить, и вот, и вот, Паша Шиповалов перед всем нашим кино-сообществом, да, которые вот здесь, не только, которые в союзе, да, которые есть еще ребята, которые не в союзе, они посмотрели, говорят, ну, он чего, кого свистит, или что, что за бред, я говорю, мне радостно, что наше творчество замотивировало человека создать другое творчество, ну, в рамках вот этого кинообзора. Хрулев делал видеообзор на тоже на что-то из твоего, да? Хрулев? Не помню, кажется, так могу набрать. На колесах он делал обзор, да? Он делал на «Воде не тонут», почему я его запомнила. А, Матвин, Матвин. Да, и ждет выхода второй части, когда выйдет вторая часть, что-то они до хера лет снимают, но если первую часть я сняла за 10 месяцев, то на вторую свалилось все, вот понимаешь, и пандемия, и в детдома, пардон, он не запускает, да? Я думаю, сука, когда я тебе звоню, ты не берешь трубки, и тебя просто трудно найти. И думаю, я вот сейчас все сделаю, чтобы военкомат все-таки знал, где ты находишься. И если военкомат его вперед не найдет, то я на премьеру сама его приведу, за руку. Пристегну к себе, и он будет сидеть и смотреть. И, знаешь, у меня вот очень четкое ощущение, зачем люди, как ты думаешь, зачем они, делают не свое, а вот эти обзоры, то есть даже смотреть некогда чужое, у меня постоянно работа и все прочее, а здесь люди, наоборот, посмотрели, обосрали, сделали на этом свое. Почему свое не делают? Эти люди, Лена, называются приспособленцы. Это их удел. Дальше, выше этого, они не прыгнут никогда. Этот же Матвин, вот это вот, собственно, тот человек, про которого говорил, ты говоришь, как его фамилия? Я говорю, я не помню, Матвинова фамилия. Так же, как Паша Шиповалов, имел желание через соцсети высказаться негативно. Хотя он тоже был у нас там, только-только мы его начинали подтягивать. Видим, человек тянется, но почему нет? Мы всегда всем рады. У него был обзор, фильм «На колесах», он сделал «Разъеб», сделал великолепно. Я с ним согласен. Да, я тоже, кстати, согласна. Да, и за это похвала. Но все, что остальное, он пытался сделать. И я причем видел обзор на «Водей не тонут». Я причем, когда меня мама очень долго заставляла посмотреть «Водей не тонут», я как-то все откладывал, несмотря на то, что у меня там мой родной братик главной роли, как-то все откладывал, на самом деле у меня было такое же ощущение, как от фильма «Дети девяностых». То есть это было положительное ощущение. Я просто думал, что будет хуже. А по факту я посмотрел и я местами даже кайфовал, понимаешь? Были где-то там провалы, но это тяжело полнометражный фильм держать в напряжении. И когда эти обзоры я смотрю, ну это... Он же бы мог свое что-то сделать? Зачем вот на это время тратить? Я вот про что. Ты же делаешь, ты неплохо, но сделай свое. Нам будет о чем поговорить, поговорить, поделиться опытом. Значит, такова сущность человека. Она не позволяет ему взяться за что-то большее, но за что-то маленькое и резонансное. А что нравится зрителю смотреть? Ему нравится смотреть конфликт. Даже сценарии пишутся на конфликте между героями, внутри героя. Такова драма. Драматургия на этом строится, на конфликте. И когда ты делаешь что-то маленькое, но тебе охота от этого какой-то, понимаешь, эффект пойметь, конечно же, это должен быть какой-то провокационный материал. По-любому. А за что зацепиться? Ну вот, люди пыжатся, стараются. Ты попробуй, сучка, сними хотя бы полнометра. Ты хотя бы просто почувствуй, что такое полный метр. Полный метр, это ты должен все отложить, херам собачьим, да? Все свои коммерческие съемки, работу, то-то-то. И полностью уйти в полный метр. Вот что такое полный метр. Что мне еще цепануло, когда этот начал Шиповалов писать, что это, ну, отстойная конетель. Вопросов нет. Как художественное произведение, оно может быть отстойно. Но ты, занимаясь тем же самым, ты должен понимать, какой это труд. Ты не можешь брать человеческий труд и сравнивать с каким-то, как ты там негативно, я не помню в словах, как он это выражался. Я надеюсь, он был более-менее тактичен. Это был давно, я уже не помню. Но человеческий труд ты уважать обязан. Особенно труд коллег, с которым ты тоже сопряжен. Если ты его, ну, как бы не ставишь ни во что, ну, разумеется, ты как бы и к себе точно так же относись. Тогда ты говоришь, хуйней занимаюсь, что это, пойду, он эти, он же там эти каски одевает, они там на мечах сражаются. Ну, иди нахуй в лес, ты сражайся тогда там, чтобы тебя никто не видел. Вот и все. А это, ну, человеческая натура такая, мелкая. Как ты завезел бухать? Я начал спортом заниматься. Уже второй или третий раз он меня спасает. Причем спасает не тренажерка. В тренажерку ты приходишь, ты как бы, ну, что, покончался, покончался, что-то потренировал. Спасает именно вот активная физическая нагрузка, ну, то есть, это бокс. То есть, я вот, ну, как бы, время от времени я в юности занимался, причем в юности я занялся боксом именно не по той причине, что мне хотелось научиться людей бить, а именно такая же у меня была какая-то постбабническая, разводническая депрессия. Я прибухивал, я встретил, случайно шел похмеляться за бутылочкой коньяка, встретил тренера, он говорит, погнали в зал, с человека с тебя сделан. Ничего, кроме спорта, не вытаскивает тебя из этого состояния. А потом, когда ты уже как бы на себе видишь результат, тебе неохота. Даже вот в Новый год, сейчас праздник, я, чтобы не уйти в какой-то там рейв, там какой-то загул, имеется в виду, я специально, я доченьку беру на праздничные дни, чтобы ребеночек был со мной, потому что, ну, с двухгодовалым ребенком ты не можешь себе позволить такое удовольствие, как прибухнуть. Вот. А бухать, это страшное зло. Это уже входит в топ-5 самых опасных наркотиков. Твердый алкоголь, потом идет табак, вот уже доступные всем наркотики есть в свободной продаже. Но это же тоже должно о чем-то говорить, какой вред это наносит организму. Хочешь ли ты идти на должность сети-менеджера? Я люблю наблюдать за политикой. Ну, то есть, мне нравится смотреть вот эти все ваши куларные игрища, вот эти хозоцентры, вот эти всех там, кого посадили, кого не посадили. Я люблю наблюдать это со стороны. Я один раз в жизни соприкоснулся с политикой. Это когда мы пытались в общественную палату вступить. Я уже там, будучи на этапе какого-то небольшого там политического образования, будучи на вступлении туда, я уже столкнулся с такой гнилухой, понимаешь? Я думаю, да нахер мне это надо? У меня ребята есть, мои друзья, они говорят, иди, иди в депутаты, иди в политики, ты же за кино топишь, ты же можешь это развивать. Что такое политика? Это тусовка в первую очередь. Не постучаться. Да, то есть ты можешь там хоп-хоп где-то с кем-то подвязаться, завести сюда бюджет, но это, я удовольствую. А, опять-таки, чем мне нравится вот сегодняшний вечер, да, что есть того, у нас с тобой, чего нет у любого другого политика. Мы можем с тобой спокойно рассуждать на любые деликатно темы. Мы не скованы системой, мы не переживаем, что сейчас на нас кто-то там скажет, косо-криво посмотрит. Пизду, это свобода называется. И променивать вот этот сладострастный эффект, вкуснейший привкус свободы на кабинет и какую-то зарплатенку, я не знаю. Ну, это возможности, конечно, я их теряю, но просто себя я там пока не вижу. Кто Максим Исупов через пять лет? Я надеюсь, что это великолепный отец в первую очередь, хороший сын, порядочный друг, не самый хуёвый режиссёр, я надеюсь. Ну, и, разумеется, счастливый человек. Какая работа полного метра у тебя в голове уже крадётся, на что замахиваешься? За полный метр браться я сейчас не смогу. То есть, если тогда, когда у меня там не было там ипотеки, ребёнка и каких-то своих ништяков, я мог посвящать этому сколько угодно времени. Сейчас, чтобы сделать полный метр, такой возможности нет. Но на 2023 год я уже распланировал, чем я буду заниматься. я уберу Кхирам все коммерческие проекты, они отвлекают от сути. Я уберу все имиджевые фильмы, которые мы делаем для организации. Которые несколько портят вообще авторитет режиссёра, если честно. Потому что это заказуха, а не про смысл жизни. И ты никуда от этого не денешься. Да, да. И я ненавижу эту заказуху. Мы вот сколько сняли... Я с тобой согласна. Это плохо, у меня тот же комплекс... Да, и это не какие-то большие деньги, ради которых... И они сильно отвлекают, сильно отвлекают от какой-то другой задачи, именно от художественных. Заказуху мне отправляют? Я обязательно это сделаю. Тем более, у меня есть уже одна заказуха, от которой я обязательно откажусь. Мы делали для одной строительной организации два офигительных коммерческих фильма. И по результатам первого фильма я говорю, я не буду больше с вами работать. Выпили кровину? Выпили кровину. И в итоге через полгода поступают от них опять предложения. Давайте с ними. Ладно, уже утихли те события, давайте с ними. И вот мы сейчас снили, и я знаю, что у них есть желание снять третий фильм. Ни за что в жизни никогда я не буду. Вот то, что мы сейчас занимаемся, и то, что мы сейчас с тобой делаем, это делается все для себя, для кайфа, для удовольствия, потому что весь этот процесс съемочный, особенно монтаж я очень люблю, ты от этого получаешь удовольствие. Хочешь узнать, что ездит, твое предназначение в жизни, задай себе вопрос, что я готов делать бесплатно. Я бесплатно занимался этим семь лет. Но разумеется, это уже как бы та тропинка, с которой, во-первых, сползать сейчас будет слишком тупо, во-вторых, есть на самом деле что дожимать. Поэтому на полный метр мы не пойдем. У нас сейчас есть заказ на сериал про медиков. Один, ну он еще так в плавающем состоянии, да, вот мы Сергеем Олеговичем, Давыдовым это все запланировали в октябре, но сейчас ему некогда, у него кука, ну и собственно, и у меня как бы тоже есть задачи, которые мне нужно сейчас дописать и на 2023 год заняться. Во-первых, это детская школа кинематографии. В 2023 год я буду заниматься детьми. Своей доченькой детской школой кино и проектом дети 90-х, наверное. Все-таки проектом дети 90-х. Вы пришли к консенсусу по авторским правам? У него нет авторских прав. Авторские права есть только у меня, потому что я заранее подсуетился, проплатил людям, они авторские права на меня зарегистрировали, поэтому если у Михаила будут какие-то патоги в плане судебных тяжест, тут, прости мой сладкий, есть один вариант либо сотрудничать, ну, либо ставить лайки или дизлайки на ютубе. Вот, поэтому я, проект давно мы делали, мы уже сняли даже восьмую серию, но не выпустили по одной простой причине, мне показал опыт красной зоны и врача третьего, что против политики что-то снимать это невыгодно. ты один хер никому ничего не докажешь, ну, через наш, во всяком случае, художественный инструмент, если ты там покажешь какого-нибудь политика каким-то кривым, косым, поганым, да, в рамках маленького города ты на себе почувствуешь вот этот эффект, это довольно-таки, ну, ощутимо, моментально. Мы сняли восьмую серию, там у нас по сюжету главный герой борется с представителем политической системы, то есть там с каким-то матерым губернатором там или еще чем-то. Вот, мы сняли там 12 минут, я посмотрел, во-первых, как бы некачественно сделали, вообще некачественно, и тематику мы поменяли абсолютно другую. Сейчас вот я полгода, ой, полгода, полтора месяца пожил в Турции, в Стамбуле, я побыл в среде в такой достаточно, ну, криминогенной, криминогенной в каком, это не какие-то там убийцы, воры, нет, это вот ребята, которые занимаются, так скажем, финансовыми, экономическими махинациями, обналом, к примеру. Я попитался этой средой, как фильм «На колесах» выпущен был, я приехал в Питере, походил среди этих гонщиков, тусовщиков, приехал, снял про «На колесах». Сейчас мы попитались в среду другой, все-таки «Дети 90-х» это про криминал, как ни крути, а криминал, он уже немножко другой. Если мы будем опять снимать про разборки джипа-бандиты, ну кто это будет смотреть? Да и самому неинтересно. Здесь нужна другая сфера. Если мы в том восьмой серии, которую вот сняли и не выпустили, хотели показать криминал, который творится среди политических структур, то здесь мы будем уже показывать немножко другую среду. вот поэтому не люблю бежать вперед событий, но цель, задача сделать это есть, потому что вот в каком бы городе я не был, да даже уже в какой бы стране я не был, найдется человек, который подойдет, скажет «Да ну нахуй, это что ты что ли? 20-90, я тебя в детстве смотрел». И как бы ну рейтинг ожидаемости у продукта есть и глупо хоронить это все вот не дочав, потому что мы начинали все в одно время Решала, Наркоман Павлик, Каха, Дети 90-х, это все продукты, которые выходили вот только-только-только-только. Если у ребят с Решалой, со всех остальных им хватило мозгов не разосраться и дальше сделать, они сейчас все на коне. А нам не хватило мозгов, понимаешь, ну конкретно там одному из наших руководителей, не пиздить все бабки, да, и не прокураживать их вот в себя, да, а как бы сохранить коллектив. Коллектив-то рабочий, все были готовы, тем более уже как бы люди полюбившиеся зрителю. Почему бы и нет? Почему бы не продолжить? То есть, ну, когда я выходил из проекта 90-х, я думаю, заебись, наконец-то это как бы закончилось, потому что, ну, я устал от этого высокомерного вот такого взгляда со стороны одного из наших коллег. от чего ты получаешь кайф, мы поняли. От чего ты плачешь? Последний раз я плакал на похоронах, ну, и все, наверное. Ну, нет такой, как бы, темы, что у тебя слезы идут. Внутренне ты можешь плакать. Вот мы приезжаем, допустим, в дом малютки номер два, ты плачешь. Ну, то есть, ты смотришь, как бы ты статичен, стабилен, держишься, а внутри ты плачешь. Плачешь почему? Потому что у тебя точно такой же ребенок. И ты берешь и как бы на секундочку представляешь, а если бы твой ребенок сейчас вот здесь бы оказался. Ну, разные бывают причины. И ты внутренне, конечно, рыдаешь очень жестко. Она очень много времени с тобой проводит, точка. А мама настолько загруженный бизнес? В любом случае, ей надо строить свою жизнь. Маленький ребенок это тяжело. Ты бы хотел, чтобы дочь жила с тобой? Это так и будет. Она знает все то, что я говорю, она все это знает. Из-за этого у нас порой недопонимание, мягко говоря. В каком-то ближайшем будущем, если ей мочевидная жидкость ударит в черепную коровку и дойдет до серого вещества, и ей потребуется по новой создать этот домострой. Женщинам как бы это свойственно, это их природа строить семью. Но если в ее случае произойдет еще раз попытка на такое действие, разумеется, я всеми силами, ресурсы у меня, слава богу, есть, я сделаю так, чтобы ребенок жил со мной. Но это плохо, потому что ребенку нужна мать, как ни крути. Папа это, конечно, заебись. Но мамочка есть мамочка. Поэтому я пытаюсь ей максимально конструктивно дать понять, что семью мы уже построили, мы уже пожили в этом этапе. Мир поменялся, как бы хреново это ни звучало, но вот эта семья, я вот людей, которые семейную жизнь строят, я их еще больше зауважал за их терпение. Но если ты готова, не отработав те проблемы, которые ты притащила в наши отношения, а она притащила из предыдущих отношений, проблемы, которые ей там навязал ее бывший бойфренд, если ты напитавшись новыми со мной, если ты их не отработала, и ты пойдешь туда в опять семейную жизнь, ты опять нанесешь травму моему ребенку, если уж у вас там очень хочется за руки держаться и лежать там, блядь, смотреть, обнимать друг друга, смотреть сериал, а рядышком чтобы была моя дочь, то подумай дважды, надо ли тебе снова жрать пачками афабазол и худеть от стресса, я думаю нет, я думаю сейчас установка моя личная какая, я разумеется снова в отношения, именно в домостроенный, входить не хочу, у меня прекрасные отношения с человеком, то есть я же татарин, да, мы любим набеги, вот, такая набегническая жизнь дает, что вы, у вас не жрет бытовуха, у вас не жрут какие-то ссоры, у вас есть, как бы вы снимаете друг друга, это затяжной конфетно-букетный период, понимаешь, который, ну мы как можно больше протянем, мы похавали этот семейный уют, есть ништяки и дай бог люди, которые хотят в это дело впрячься, я им только желаю удачи, мне, к сожалению, не то, чтобы не повезло, мне не хватило чего-то, чего-то, чего херозное, терпение, может быть, мозгов, разумеется, либо мы просто не те люди, которые нужны были друг другу, но этот ребенок очень сильно хотел родиться и, видимо, какая-то энергия нас свела вместе и, как бы, развела во имя счастья ребенка. Ну на этой замечательной ночи мы закончим, ночи я уже просто что-то подзаговариваюсь, потому что действительно дети это светло, это будущее, цветы жизни и самое главное, ну дай бог, чтобы было творчество, творчество это глаз Бога в тебе, поэтому надо его развивать, этот глаз. и не заливать глаза, и не заливать шары, да, не заливать этот глаз обязательно, вот если спрашивать, чего я боюсь на самом деле, я боюсь очень сильно алкоголя, не из соображения, что у меня есть к нему какая-то тяга, зависимая, сейчас я практически умнее у него нет в жизни, я могу взять там бутылку вина, приехать к женщине, мне этого хватает, я просто видел, как алкоголь убивает специалистов, великолепных специалистов, того же Мишаню Носко, да, в котором дети 90, его сгубила синька, его сгубило вот это вот пристрастие к этому злу, в моей основной работе мы, ну то есть занимались производством стройматериалов, там был специалист, который великолепный специалист, но из-за синьки он потерял все, вообще все, хотя для того, чтобы вот в эту синюю яму упасть, тут не надо как бы затяжного периода, тебе вот как мне, мне было страшно вот эти последние полгода, предпоследние полгода, когда я пил, что охуеть, я спиваюсь, я смотрел на алкоголиков, я думал, как вы так, мои сладкие, умудряетесь, вообще легко, никаких там не надо сверхусилий, не надо даже нахуй никакой сверхкоманды алкашей, конечно, они тоже влияют, ты можешь в одно рельце, я причем, если прибухаю, я люблю прибухнуть один, я люблю прибухнуть один, посидеть, посмотреть, что-нибудь наши фильмы, поэтому вот алкоголя я на самом деле сильно боюсь, поэтому от этого зла отхожу восьмимильными шагами, но провалиться туда абсолютно каждый может в любой сука момент, просто где-то у кого-то что-то пошатнулось, и вот в этот пошатнулось, он пошел не в тренажерный зал, не пошел в какую-то там мужскую компанию, где там тебя могут поддержать, в какое-то дело, ты впрекся, как-то перенес, а ты пошел там в красное и белое, взял красное и белое, и пошел, конечно же, куролесить. Пусть будет 23-й год мирному без алкоголя. как Новый год встречишь, так его и проведешь. Я прошлый Новый год встретил в путешествии, и практически весь этот год у меня были выезды, слава богу, я три года никуда не ездил, у меня были, я просто за ипотеку рассчитывался, у меня каждый день, который появляется, сразу туда. Сейчас прокатался, как бы посмотрел, причем я как бы очень люблю уехать, ну именно пожить, то есть одно дело, ты съездил, отдохнул, ты как бы там, ну ты получил как бы не совсем то, что можно из этого вытащить, а другое дело, ты приехал в Стамбул, в Стамбуле еще, да, и ты попитался, то есть ты побыл, во-первых, в рабочей среде, то есть мой выезд был туда не из соображений, там съеба от мобилизации, я не призывной, у меня категория В, я не служил, я же автомат в руках, я автомат держал только на съемках, вот, просто момент появился удачный, в каком контексте, меня разумеется, как ты вот уже смело подметить, со мной ребенок очень много времени, то есть три дня в неделю, она со мной, разумеется, для супруги три дня, это как бы, ну, можно как бы отличиться, вот, и как такую лапочку отпустить куда-то, блядь, нихуя себе, сиди и водись с ребенком, ну, то есть были бы преграды со стороны супруги, а тут она отнеслась очень адекватно, она говорит, ну, ладно, езжай, вообще не проблема, и ребята меня там ждали с мая месяца, это криптовалютчики, обнальщики и прочие там, и прочие персонажи, которые мы интегрируем в продолжение нашего сериала Дети 90.